Привет всем любителям цивилизации! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я предлагаю вашему вниманию не совсем обычное видео. Ну, как не совсем обычное? С моей стороны это обычный ФФА. Я буду играть за Эфиопию против пятерых. Ну, то есть не сразу против всех пятерых, там каждый сам за себя всё-таки, но дело не в этом. А в том, что я играю против компании Юры Хованского. Думаю, некоторые мои зрители знают, кто это такой, кто постарше вряд ли знает, но это известный видеоблогер, стендапер. В любом случае у него на канале 700 тысяч подписчиков, как вы понимаете, человек в этих ваших интернетах известный. Тем более, что мы уже знакомы более года, если мне не изменяет память, или даже полтора года. И какое-то количество, наверное, тысяч, несколько тысяч подписчиков у меня именно благодаря тому, что Юра меня рекламировал. Своих видео по циве, он тоже записывал летсплей по циве и там обо мне рассказывал. Так что мы периодически общаемся. И вот недавно сыграли вот такую игру. Сыграли не просто так, Юра её стримил. Кроме того, её стримил и Андрей Стригуль, тоже участник этой игры, и Кузьма тоже. Аж три стрима было. Я игру не стримил, потому что, ну, всем известны мои проблемы с интернетом, проблемы со стримами. Я её просто записал. Но в процессе записи у меня были сомнения вообще, выкладывать это видео или нет. Дело в том, что, конечно, общение здесь между игроками вообще, в принципе, не такое, как вы привыкли в моих видео слышать. Я, в принципе, ничего против мата не имею, но только когда это, знаете, в компании хорошо знакомых людей, когда незнакомые люди не слышат и когда это в тему. А в данном же случае Цива из пошаговой стратегии превратилась скорее в матерную стратегию. Так что я вас очень заранее, как видите, предупреждаю, что в течение всей игры будет очень много матов. Тем не менее, так как всё-таки это происходило довольно весело, мне кажется, раз в год что-то подобное выложить можно. И вас это повеселит. Тем более я давал ссылку у себя в группах, когда всё это было. Люди смотрели стрим со стороны Юры, там у него. В общем, по-моему, это было необычно и забавно. Но я вас сразу предупреждаю, что если вы привыкли к вежливому общению, то уши у вас будут сворачиваться. Кроме того, конечно, мои оппоненты не самые сильные игроки в Циву. Так что ожидать тут какого-то стратегического гения не стоит. И даже с моей стороны тоже, потому что всё-таки, как говорится, бытие определяет сознание. Так как когда играешь против не очень сильных соперников, сам расслабляешься. Но в любом случае я это видео разбил на две серии. Как раз на выходные, на начало последнего летнего месяца. Думаю, в самый раз будет. Но я даже, видите, не размещаю здесь рекламу 2GIS. Хотя, тем не менее, пользуйтесь 2GIS. Потому что мне кажется, что, ну, здесь это будет просто не в тему. Я считаю, что рекламу спонсора надо размещать именно в умных видео. И чтобы уже закончить такое длинное вступление, ещё раз обращу ваше внимание. То, что в видео люди общаются подобным образом, не означает, что вы в комментариях тоже можете хамить, писать матом и так далее. И это же не означает, что можно оскорблять кого-то из участников. Как бы они ни играли, как бы они себя ни вели, напоминаю, что это всё равно только игра. У Хованского сотоварища совсем другая аудитория. Совсем другой смысл вообще их видео, для чего они это делают. То есть у них в первую очередь идея развлекухи, чтобы развлечь. Это неплохо, это нехорошо. Это просто своя аудитория и ниша. Точнее, как, это у меня ниша. Это у меня 30 тысяч подписчиков, а у него 700 тысяч. Ну, я думаю, что большинство из вас это прекрасно понимает. Я просто уточняю для меньшинства, которые бросятся писать в комментарии гадости. Эти гадости убираются одной кнопкой, мне даже не надо напрягаться. Так что лучше стараться не надо. На этом всё, предупреждение завершено. Приятного вам просмотра. Всё, готов, го. Слушайте, а можно как-то из разговора в скайпе скрывать свой голос, но не выходя из разговора в скайпе? Надо поставить микрофон, нажимать такой, типа это. Может, надо комбинацию клавиш поставить? Да, надо комбинацию клавиш поставить. Типа, если я хочу что-нибудь объяснять во время. Действительно есть потери кадров, 8%. Ну что, последний раз тогда рестарт, ну я не знаю, уже куда ниже ставить битрейт. Поставлю реально тысячу, что ли. Ну будет хреновое качество. Ребят, ребят, у меня потеря кадров 0, 0% и всё в хорошем метроэйте стримится. Просто рекомендую переехать в Украину, видимо, да? Из своего странного Питера. Улэйчти, ребят, вообще без потерь. Я пойду пописываю пока. Удачи. Пописи. Не начинайте. Всё, последний раз. Сегодня больше не слушаю относительно странного FPS ничего. Большое спасибо тому, кто 30 рублей через киви кинул. Хотя я так понял, что у мафиактивтов за рекламу. Да! Не стоит ускорение в настройках игры. Ускорение – быстрый бой. У нас обычно так. Мы сейчас заебёмся эту анимацию смотреть. Где оно тут в натуре? Ускорение, да. У нас всегда стояло ускорение? Абсолютно всегда. Да, 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 всегда. Иначе будет у тебя анимация проигрываться. Ладно, я поставил. Галки, галки, галки. Галки. Не зависит на 80-м ходу. Галки. А, и у нас земля, всё верно, да? Мы на земле играем на шестерых. Потери кадров. Давайте карту другую поставим. Может быть, и правда давай что-нибудь. Давайте рандомную или там материчную. Более такое контактное. Не, эту, пангею ставьте ещё. Земля нормальная. Да не, земля нет. Я за пангею. Я за пангею. Пангея ещё. Я тоже за пангею. Никакой пангеи нахрен. Чё это такое, значит? Я в пангею землю. А нафига землю одно и то же постоянно? Ну, стоим. Уже три за пангею. Континенты тогда, тогда континенты. Континенты. Чё, охренели, что ли, пангея? Сосите, континенты будем играть. Да вы там объединитесь на одном континенте. Сосите, нету интереса играть на пангеи. Ну, поставь фрактал тогда, вообще что-то необычное будет. Фрактал он вообще такой. Фрактал я не против, фрактал интересный. Давай фрактал, всё, компромисс. Дипломатия началась до начала игры. Дипломатическая победа, кстати, отключена. А почему? У меня смотрят 323 человека, модераторы, сделайте скринни, скиньте мне после рекорд ног на стримах, Кузьмы. Подожди, а в смысле дипломатическая победа отключена? Исторически она у нас отключена была, Андрей, последний год, наверное, или даже полтора. Никогда у нас не была она отключена, нельзя было покупать голоса. Пацаны, кто помните? Нет, дипломатическая всегда была отключена, да. Да, отключали, чувак. Не, я просто помню, мы всегда играли с отключённой, но потом решили, что... Не было такого у нас, ничего мы не решали. Мы решили, что если ты не хочешь голосовать за другого человека... Калки ставьте, калки ставьте! Вот-вот, я тоже помню такую тему, что типа, если ты за другого не голосуешь, то если ты сам чудесами набрал, то типа... Калки ставьте! Да прекрати, кукаренка, петушара! Инф! Инф! Всю жизнь отключали дипломатическую победу! Ой, всё, Юра, ой, голова болит, и так в цифку, когда играешь, голова болит, а ещё ты гундишь, хватит! Да, а чё вы забудете-то? Нет, просто это было. Мы решили в этот момент, что если не голосовать за других людей и голосовать только за себя... Я этого не помню, значит, не было. Как бабка старая, Юр. Вот да, так оно и было. Я помню только хорошие советские власти, не помню. Ни репрессии, ни этого. Специальная бабка. Делитесь под тамбой, никто не забанит Польшу. Прикольный Игорёк, исключительно цыгане. А это старый чат, всё подрисово. Это было, было в Одессе. Приду в 4, сказала Мария. 8, 9, 10, извините за Маяковского. Так, ладно. О, музло пошло. Давайте Николаева. Фарлок подписался. Дружище, добро пожаловать. Видали, какую мне зажигалку подарили? А если город строится на... Ты даже эту штуку делаешь, как бабка, Юр. Подождите, если город строится на редком ресурсе, он добавляется сразу в твою экономику? Так, вроде меня сейчас народ не слышит. А что, на пене цифки ответить на вопрос? А что я обязательно должен отвечать на что? Ну, Лёша, ты добавляешь, что я... Ну, добавляется, когда ты откроешь технологию, позволяющую этот ресурс добавить. То есть, если ты поставишь там, ну, грубо говоря, на мраморе, то тебе надо открыть обработку камня. Тогда он добавится, да. Сразу. То есть, тебе не надо будет ничего там строить. Так, ну... Блин, у меня все настройки сбросились. Печаль, печаль. Мы же сегодня не должны гонобить эти, типа, мирные населения, да? По правилам. Какое? А... Дань с городов государств или что-то ему? Не-не-не, типа, нельзя объявлять войну и сразу подписывать... А, Блум Квист. А, Миша Каратаев, спасибо большое за полтинник. Это очень приятно. Жок. Так, вот я немножко лагаю иногда. Так это твой друг или топ-донатор? Это мой друг. Но Миша Каратаев иногда, то есть, смотрит мои стримы. А вот сейчас он решил помочь моим стримам. Блин, а тут море. Все, отстань. Ты такой вредный, а? Самый вредный человек, которого я знаю. Да! А вот тут вот конец моря. Может, мне туда пойти? Чуть долго вы ходите, пацан Тре. Да, это важный момент. Выбор. Инф на море поставил, дис не на море. У меня тут, конечно. Блин, мне, походу, надо вернуться обратно. Я не хочу, чтобы была возможность обстреливать с моря, честно говоря. Давайте, мы же не на победку. Давайте быстрее. Как ты не на победу? Я гляну, что тут у нас. Да, тут море у меня. И убедите, что играю говно. Тут море. Нет, я всегда... Все время ее не пощадило. Я всегда играю на победку. Ставлю тут, в общем. Вот мне нравится, что всегда, когда мы только начинаем собираться, все так активно, весело, все говорят. И спустя пять минут запуска молчание. Кто-то песенку напевает. Тут в комментариях в моей группе, что это за быдло-матерливое играет со мной. Быдло-матерливое. Ой-ой-ой. Фанаты Лёшки недовольны. Нет, я считаю так. Цифка – интеллектуальная игра, Юр. Надо быть по-культурнее. Надо как-то, да, соответствовать все-таки. А вы что думаете, в истории были только образованные интеллигентные правители? Нет, ну вот ты представь, ты бы в шахмате сейчас играл. Я более чем соответствую. Как раз я такой. Я майя, понимаете? Майя, я. Какой ты майя? Представь, ты бы в шахмате сейчас играл бы и так же матерился. И что? И что? А что, шахматистов таких не было, что ли? Ну, не знаю. Я не помню ни одного. Ну, вот ты не помнишь так. Да, я думаю, Бобби Фишер только так ругался материном. Знаменитых? Нет, он, Катя… Добро пожаловать, дружище! Биско Капсиский! Я не понимаю, что там Хованский с каким-то этим сидит? С Гонгом, да? Ты видел стрим бабки старые, которые в кастрюле билы? И Юра, ну, он похож на старую бабку, и он тоже решил. Я просто стримы, извините, не смотрю особо. Точнее, особо вообще не смотрю. Ну, даже в новостях писали. Писали старые, в новостных сайтах, в смысле. Ну, что, кто в великую библиотеку первый пойдет? Блин, Юра, у меня из-за тебя придется сейчас в группе людей банить, потому что они тоже начали меня матом в комментариях писать. Нормально! Видишь, как дурной пример-то заразителен. Я говорю, вот почему люди говорят, делаешь что-нибудь хорошее, чтобы за тобой повторяли? А я сразу говорю, в интернете ничего хорошего не повторяют. Это просто пустое. Можно бесконечно херней заниматься. Борис War of Mine подписался. Дружище, добро пожаловать! Спасибо большое, Soul DeVore, 150 рублей. Респект тебе за это. Еее! Народу там деньги скидывают за то, что они стримят. Ты вот, Лёш, у тебя на стримах прикручен донат? Бандит пропал. Ну, я просто отключаю тут звук, когда я что-то объясняю, что я делаю. Ну, у меня просто написано, что, типа, мне... Мне же вообще стрим в денежку выскакивает, потому что я через мобильный интернет стримлю. У нас тут в Беларуси офигенный интернет. Я со своего интернета стримить, в принципе, не могу. Приходится через мобильный интернет это делать. Фига, я на джакузи на стримах собираю, а ты в убыток все стримишь. Вот это прямо... Видишь, за идею работаю. В натуре! И все, знаешь, все-таки написали сразу в комментариях лох-лох-лох-лох-лох. Ну, что поделать? Что поделать? Приходится вот так популяризировать Циву хоть через Юру Хованского, понимаешь, хоть как-то, чтобы народ приобщался. Хоть так-то, какие у тебя прям... Это так, знаешь, как такое отчаяние такое. Ну, пришлось с ним сотрудничать. Что поделать-то? Что мне оставалось? Никто не играет в эту старую игруху от него. Не, ну, надо, понимаешь, если человек... Мало того, что Юра как бы играет в Циву, он как бы пытается в ней хоть разобраться, понимаешь, это... Сколько уже прошло? Года полтора, по-моему? И все... Все играешь, играешь, иначе видишь, нравится. И через это ты популяризируешь пошаговые стратегии. Я считаю, что это... Что это важно. Что это важнее, чем деньги со стрима, там, вот это вот все. В моем представлении о жизни уж извините. Ну, не знаю, мне как-то наоборот, знаешь. Чисто деньги поближе. Да нет, ну просто что значит популяризировать, типа? Ты думаешь, что много людей начинают в Цивку играть, что ли, после того, как увидят? Мне кажется, это для большинства так, типа, посмотреть, как ты играешь, или как кто-то... Слишком сложно для нынешнего поколения. Для большинства. Нет, ты знаешь, я как бы смотрю вот там по своим видео, ну, Цива слишком много людей играет, чтобы посмотреть по статистике, но, например, Endless Legend я вижу, что после моих видео, как из России, стали намного больше в нее играть, например. Я хотела, вот зря вы в Endless Legend не играете, тоже прикольная пошаговая стратегия, очень похожая на Циву, но со своими такими приколами тоже. Мы вроде как-то собирались, но не пошло. Нет, ты сказал, что игра петушина, и мы не собирались. Ну, как-то так, может быть, тоже было, даже не знаю. И че, пацаны, всех трахнут либо Халецкий, либо Стрегуль. А так, как мы с ним встретились только что? Юречку на джакузи не жалко, Трейн Лэд, 100 рублей, большое тебе спасибо, дружище. Надо... Что такое? Ты можешь говорить, тебя будет слышно. У меня на стриме приглушенное, выпьем за любовь. То есть, как бы... А мне наоборот надо, чтобы я не слышал. Я смотрю, Леш, просто ты начинаешь говорить, как только Николаев играет, ты так замолкаешь. Ну ладно, пускай попоет. Нет, я просто начинаю говорить и понимаю, что вы меня слышите, и мне надо отключить микрофон, чтобы вы меня не слышали. И как раз тогда я в вашем там мире замолкаю. Ну, на самом деле, я тут начинаю... О, Стрегуль! Стрегуль прямо рядом. Так, короче, я собираюсь выносить Стрегуля. Вы как хотите. За старая бита? Ну, давай, давай, Леш. Какие старые биты? Думаю, как-то раз ты хотел меня вынести. Мне кажется, это бле. Добром это для тебя не закончилось. О, все, начинается. Петушиный пантеон взяли? Петушиный? Да, петушиный взял. Я петуши живу. Что там за пантеон взяли? Не, 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 не. Плюс 15 б, к росту. Нет, чувак, это не петушиный пантеон. Что ж так смеется? Это абсолютно. Да ты не петушиный. Не, Швецию просто надо пораньше выносить, а то она потом с ГГшками начинает дружить. Вот эта всякая фигня. Да, поэтому Стрегули взял. Так, ну, короче... Я люблю дружить с ГГшками. Всем привет, привет, привет. Халецкий доминирует над Стрегулем. Халецкий доминирует над Стрегулем. Пусть не гонит на мат. В общем, я планирую тогда пойти по воле и Швецию захватить. Стрегулем похож на внебрачного бастарда Серсея и Джейми. Грибовидного бастарда. Ребят, спасибо за донаты. 200 рублей, Ваник 228. В первом просвет. Ну, возможно. В каком плане? Не знаю. Ребят, у меня просто все заглушено, и вас особо не слушаю. Все равно спасибо вам большое за донаты. Мне очень приятно. Блин, мне вот интересно. Приходят ко мне в комментарии люди, да, и начинают писать, что там холландский клоун на пиво за стрим собирает, на джакузи собирает. Ну, как бы мне вот не очень понятно, ну... Мне не очень понятно, зачем ты это читаешь, Леша. Я через... Ну, просто я-то не стримлю. Получается, что люди, мои люди смотрят твой стрим. Я как бы к ним обращаюсь. Мне не очень понятно, почему вас это волнует, что кто-то на что-то собирает. Боже. Ну, Ванамаса, например, очень волнует. Он целое видео записал о том, что я охуел. Просто вот прям, ну, конкретно по пунктам разбираюсь. Ну, это же понятно, что человек все равно... На самом деле, вот всем, опять же, кто смотрит, на самом деле Ванамасу пофигу. На самом деле он просто делает видео о Хованском. То есть он на этом собирает какие-то просмотры и лайки, да. То же самое Юра вас... Блин, как это сказать... Не компрометирую, как это слово называется. Вот тем, что он собирает на джакузи, это тоже все, ну... Не от Христа, Леш, мы поняли, не от Христа. Мы сами его осуждаем постоянно. Большое спасибо, Аноним, за 100 рублей. Что значит не от Христа? Не от Христа, вот так. Думай, как хочешь. Люди хотят помочь, люди помогают. Я сейчас тем более в том положении, что мне помощь не помешает. Мне нравится, вы нашли врата ада, настроение державы улучшилось. Может быть, может быть, какие-нибудь сироты и нуждаются в помощи больше, чем я. Но с другой стороны, умеют ли эти сироты так клево шутить? Нет, значит нуждаются в помощи. То есть если... Пускай свои стримы пилят, там собирают все деньги на лекарства или что-нибудь такое. Мы здесь на джакузи собираем. Просто почему людей это волнует? Почему они начинают, вот, боже... Хоть Хованский, пускай, не знаю, собирает на что угодно. Вы либо даете деньги, либо не даете. Зачем вот об этом писать? Джакузи за полмиллиона, как мне кажется, достаточно подходит под определение что угодно. Час твои глаза... С приветом из Ростова-на-Дону. Толстый гей, стендапчик был коротковат. Но зато какой классный, а? И про шахты, и про Новошахтинска, а? Вспомни, дружище. Большое спасибо тебе за сон. Так, или, не знаю, поставить рядом с Синаем. Ну, блин, мне сейчас религия не очень будет нужна. Да, вот здесь где-то голландец находится. Так... Я лучше поставлю под Швецию. Под Швецию. Блин, как маломеста вообще. Да, давайте-ка строить воинов. Волю и берем Стокгольм. А тут еще Килиманджаро. Блин, классно стригули, у него тут Килиманджаро рядом, между прочим. Леша, не надо. А Андрей очень реагирует. На что? Сильно воспринимает. Не надо, Леша, не надо. Не зли, Андрей. Не знаю, если у нас же действующая вела, типа, если война, то до конца. Я сейчас только сказал, что у стригуляс Килиманджаро. Что тут? Как я бы сейчас позлил? По-моему, наоборот, ему полезная информация. Нет? Ох, Леша, Леша. У стригуля Килиманджаро, а я чуть не прослушал. Ну. Чуть не проспал важную инфу. Так, Кузьма, я понимаю, внизу. Не обязательно всем знать эту инфу, Леша. Да. Я-то свою Килиманджаро увижу. Да, я считаю, что все должны знать, насколько ты круто сейчас разовьешься с помощью Килиманджаро. Ребят, я вам так хочу сказать. Он пытается нас столкнуть между собой. Смотрите, начинается с самого начала Килиманджаро. Он сейчас придет к вам своим разведчикам, найдет и у вас что-то. Я буду первым, но после меня кто-то из вас будет, ребят. Поэтому я предлагаю объединиться против Леши сразу. Потому что он, смотрите, игра еще не началась. 15-й ход, он уже пытается вас против меня настроить, ребят. Но с другой стороны, у тебя Килиманджаро. Я тоже хочу Килиманджаро. У меня вообще ничего нет. Почему судьба такая, что одним Килиманджаро, а другим? Шиш с маслом. Почему так, Андрей? Я, может, тоже хочу жопу свою греть на Килиманджаро. Как Сергей Симонов. Ну, Стокгольм, по-моему, в не очень месте таком стоит. Какие-то болота. Если бы было в Голландии, вообще было бы классно. Это как, знаешь, турист такой из бывших стран СССР приезжает в какой-нибудь типа. Ну да, 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 они, конечно, могли лучше, могли лучше, ребята. Вот у нас под Вологда и такая природа. Такой природы нигде не купишь. Блин, я Велингтон кто-то уже нашел. Ай, мандарис, Эл, 100 рублей, как жизнь молодая. Потихоньку, потихоньку, мандарис. Большое тебе спасибо за донатик. Живем, живем, продвигаемся. Вот видишь. Не понял, а, Дис, а где я тебя встретил? Чего-то я не въехал. Я тоже не понял, где я тебя встретил. Но я вижу Стокгольм, поэтому я подозреваю, где. Ах ты. Дисяка-подозревака. Дис, он пытается тебя подкупить. Я знаю. Андрей всегда-то, как только пройдет, он начинает всех подговаривать. Давайте уничтожим, давайте уничтожим. Андрей самый подлый игрок в стабилизации. Я предлагаю Стрегуля вообще не уничтожать. Я считаю, что он классный, пускай будет до конца игры. Реверсивная психология и не работает. Нам не 8 лет. С Линком бы, правда, сработало. Почему мы без Линка играем тогда? Я планировал с Линком играть. Что за фигня? У меня заготовлено для Линка все. Ай. Стратегия. Да. Инф. Инф. Швеция всегда была поборником христианской веры. Подумай. Это вот та Швеция, которая сейчас костелы сжигает? Вот это, да? Сейчас? Какой сейчас год у нас? Две тысячи девятьсот двадцатый до нашей эры. У меня тысяча девятьсот двадцатый. Ну ты хоть бы постеснялся поговорить про сейчас. Две тысячи девятьсот двадцатый год. Ну, до нашей эры. Короче, Инф, смотри. Давай, мы заключаем с тобой союз, а я тебе обещаю принять твою религию. Как тебе такой план? Прекрасный план, прекрасный. Возьмешь, там будешь получать какие-то штуки с меня. Блин, что... Штуки с тебя будет получать. Мммм, штуки! Мне, пожалуйста, вон ту штуку. Можно мне две штуки? Ну я же не знаю, какие ты бонусы возьмешь. Да, да, слушай, проси с него две штуки. Что за... Блин. Я тоже хочу штуки. Не, слушай, с тобой мы вообще говняно стоим. Вы как дьяволы гавкайте на нас. Инф, а ты православие будешь основывать? Я не знаю. Я католицизм, чувак. Чувак, в чемпионатлавие, я католицизм. Давай, короче, Инф, я буду тоже веру основывать. Коммунизм, давай со мной вместе, Инф, и коммунистический... Ты издеваешься? Ты же Сантея приняла коммунизм? Давай, принимай коммунизм, Вадим, мы всех... Коммунизм все примут. Не захотят мы их, ну, сами. Они захотят сами принять его, нормально. Слушайте, народ, а Хованского-то кто-нибудь нашел вообще? Да, нашли, а то... Я всех уже нашел, кроме Хованского. Думал, может, он на острове какой-то. Прям в Black Star Mafia, я думаю, когда там... 200 рублей от Джеррика Лоло. Юра, выключи чатик хотя бы во время цифки, а то все закрывает. Да ладно, чатик-то небольшой совсем. Слушай, а мы в течение всей игры вот вы будете с Кузьмой постоянно... Откажи, я собираю, как я могу. Что такое? Вы будете в течение всей игры постоянно сообщать, кто он что перевел, да? Конечно, в этом смысл, иначе не переходит точно. И что? Офигенно. Ну а как ты думал, это же стрим, если час переводит деньги, он рассчитывает, что его нужно поблагодарить, как-то потусить с ним немножечко. Потусить. Включил стрим 20 секунд, а за жопу греть на Килиманджаро выключил стрим. Ох, недовольный какой, даже жопа ему слову не нравится. Ты где их выращиваешь? Неправильно, правильно, молодцы. Мне мои подписчики нравятся. В обморок упал, ты что это, тёлочка? Очень-очень хорошие ребята. Ну правильно, а что им смотреть видео, слушать про жопу? Вполне, я их вполне понимаю. Знаю, тысячу причин могу назвать в случае про жопу. Жопа достаточно интересная тема разговоров. Уж простите, господа подписчики, Лёша, у которых нет жопы. Мы ещё что, в день к часу ночи мы и про анальный секс разговоримся, и про... Да, Юра, расскажите несколько интересных историй, собственно, но опыта вот это на всё начнётся. Я надеюсь, Стрегуль до этого времени доживёт. Да, Андрей? Ты строишь армию? Андрей, строй армию. Армию строят, да? Ты такой как Андрей, Андрей, Андрей. Готовься, я тебя убью. Андрей, ты строишь? Андрей, строй, Андрей, надо строй. Потому что без армии Андрея в этой игре не очень. Андрей, ты же построил? Строй, строй, строй армию, Андрей. Юра, Юра, открывай. Это Сергей, не бойся. Не бойся. Строй армию, Юра. Юра, это Сергей. Открывай, не бойся. Так. Так, так, так. Юша, а как ты смог меня обнаружить? Потому что я так смотрю, то есть ты мне открыт как нация. А мы рядом с Женевой с тобой встретились. Во всяком случае, я твой Юния только в Женеву видел. Я тоже рядом с Женевой. Прям как история. Слушайте, ребят, ну мы тут вообще реально плотничком, я так смотрю. Дис, Дис, Кузьма, Стрегуль, я вообще так рядышком все. Да и инф там не особо далеко. Весело будет. Потому что, да, весело будет, если что. У меня сейчас как раз быдло за окном посмеялось, прям в голос. О, оказывается, Килиманджаро не у Стрегуля, а у Инфа, ой, у Дисы, извиняюсь. Я просто не думал, что мы так все рядышком. Вот это пора, вот. То есть Дис, Кракин. Враг номер один. Враг революции. Кузьма все свою тему кидает. Вы все враги революции, а у вас всех в ГУЛАГе. 1620-й год до нашей эры, коммунизм продвигается. А первобытный коммунизм, конечно, а ты думаешь? Мы вас всех в ГУЛАГе. Тут город нет, наверное, вот тут поставить город, а потом... В ЛАГе-то добрые будут. В ЛАГе будут максимально добрыми. Ну, можно, да, можно... Ну, главное, чтобы добро было и позитивно. Потому что я открыл вообще, да. Будете в игры играть, строить всякие железные дороги. Селим для нас. Личненько. В тюрьмах сидеть! Что может быть веселяюще сидеть в тюрьмах? Ничего! Ты с историей рассказываешь. Анекдоты всякие про Сталина, да? Шашки играешь. Блин, а как вот Стригуль на таком хреновом месте? Странно играет очко на пальцах, я так в конце не понял. Да нет, на зоне играют. Очень зря. А очко это типа это, 21. Ну, или такая, как бы, закос под 21, не совсем 21. А на зоне карты не всегда есть, особенно в строгаче. Языки, они играют в очко на пальцах. Ну, с пальцами. Там, короче, сложная система. Как-то это, типа, ну, если что, если что, если не дай бог, я думаю, я смогу нормально, как бы, играть в очко. Ну, я вообще для себя решил в карты не играть, потому что опасно на зоне, в карты играть опасно. Может, на очко и проиграть, да? Можно, да, можно и не только в очко играть, но и на очко. Евгений, Юра, ты уже планируешь на зону, что ли, как-то? Ну, такая страна, от сумы, да, от тюрьмы, не зарекаться. А что тебе там? В связи с чем тебя туда могут отправить? Да не знаю, сейчас всех могут отправить. Ни до что, вот смотри, что происходит. Скажешь, например, что что-то не нравится, тебе скажешь, ну и вот, пусерает, отправляйся. А я, может, не хочу пусерает, не хочу сидеть в мордовской колонии. Мне и дом-то не очень комфортно. Не знаю, сделай какое-нибудь видео, рейтинг колоний тогда, там, разберись, какая колония лучше. Точняк! Всем привет, с вами Юрий Хованский, мы сегодня в тюрьме. Это 105 колоний, типа, самые клевые тюрьмы, куда вы можете попасть в России. Сегодня отправляемся в черный лебедь, завтра в бутылку. Черный дельфин же, чувак. А, черный дельфин, да, там, бутырка. Я думаю, после черного дельфина никуда дальше не вставляют. Ну, какой-то деток в черном дельфине сидел, типа, думал пожизненное. Его он нести, он, короче, там, под металл ходил, все это, говорил, вот, не дай бог такое, как-то, отпустили его, а как вышел, так сразу убил кого-то и вернулся. Это, типа, как выглядел побег из Шаушенка в русской реальности, что ли? Ну, да. Эх, ты, обработка бронзу нужна. Блин, я тут... Эх, варвары. Я, конечно... Так, вот откуда, интересно, они прутся? Ну, вот снизу лагеря, окей, а где-то еще сверху, да? Похоже. Так. Ну, нет, тут Стрегуль, ну, блин, тут... Ну, че, давайте, травите какую-нибудь историю интересную. Тут безвыходно просто, как бы, Стрегуля, к сожалению. Писак прикроет, если что. Понимаете, тут до... Да нет, не думал. До Кузьмы далеко, до всех остальных... Максимум надо о себе, да, больше Стрегуля, а потом Грек. Мне кажется, после Солка-то. Леш, ты что-то на последнем месте идешь. Значит ли это, что ты уже не такой клевый, как раньше, и скатился? Именно так. Скатился и не такой клевый, как раньше. Я и раньше-то не особо клевый был, а сейчас вообще не клевый. Я сейчас, ну, блин, не знаю. Даже не... Я просто хреновый, вот и все. Не получается заплакать, что-то. Леш, ты что, не говори такой, ты нормальный, ты нормальный, Леш, не надо. Спасибо, ребят, спасибо, что вы меня поддерживаете. Вот, БЛЛ, я только вашей поддержкой, и я могу держаться и играть. Спасибо, спасибо. Взбодрили, хорошо. Ну, давайте там про зоны было, весело. Знаете, в свое время Гитлеру так говорили. Он говорит, да ладно, я плохой, национально тарчик. Адольф, ты хорош, да нормально, но я людей убиваю. Да, Адольф, хорош. Ты что? Да, никто и не помнит этих людей, что ты? Надо лошадей эти обрабатывать, а не вот это. Блин, ну, Андрей, Роман, что ладно вам, одни больше, одни меньше. Их так... Оп, я лагать начал. Не, ребят, я коммунизм принимать ни в коем случае не буду. Я сейчас веду переговоры насчет того, чтобы принять католицизм. Это разные вещи. Вадим. Вадим. Захвать сейчас моего рабочего. Ты принял декларацию дружбы? Да. Вы что, обалдели, что ли? На каком основании вы учились в декларацию? Вы обменяли золото на сей. Мы с Вадимом наши страны дружат вечно. Вот я как Сталин и Иерусалим для евреев построил, так и я для Вадима буду поддерживать всячески его религию. Пустьма, если ты собираешься коммунизм основывать, то ничего не выйдет. Типа у инфы будет католицизм. И он Византия. Он по-любому через религию пойдет. В моем коммунизме разрешена любая религия. Не бывает религия. В Синай тоже надо бы взять. Это неправильно. Это нормально. Если на цитрусовых строят, то попадают ресурсы? Да, он сразу обрабатывается. Обрабатывается, если у тебя плантации уже открыты. Ага. Блин. Синай хочется тоже. Не, ну я построю. Да, я захватил рабочего. Так, давайте-ка посело. Банзаконго. Швед. А, ну ладно. Банзаконго. Не, давненько я еще в цифку-то не гонял. Да. Все тоже. Мы все так ждали Beyond Tours, что прям... Beyond Tours как говно полное получилось. А понятно, что говно полное, но как с каким-то... Никто не любит космос, не мать. Мы с впечатлением ждали, что наконец-то доиграем до конца без лагов. Ну нет, не знаю, с чего так Beyond Tours петушить. Мне понравилась игра. Если бы сетевая там не вагала, то я бы катал. Вот там-то и смысл, что мы сотый ход. Я не понимаю, почему, допустим, оба игры умеют синхронизировать десятерых людей и нажимать одновременно скиллы, а игры уровня цивилизации не могут сделать, чтобы люди просто вместе играли. В чем проблема вообще? Компании и издателя нет столько денег, чтобы все в океане давать по всем мире на это дело. Юра, у меня в комментариях просят напомнить тебе, что сегодня годовщина горшка. Алан Бхардвай 100 рублей, добавь кому данту 200 рублей, снизу немного баннер в джакузи. Снизу, как только кинут нормально, давайте хотя бы 154 тысячи соберем. А ты как это? Большое спасибо, Алла. Будем сражаться вместе бок о бок с этими варварами? Чуваки, ну вы как-то это... А на каком-то основании все варвары, а не варвары? Вы слишком убыстрее эти события. Нет, я про конкретных варваров. Ну, типа... А, вот ты? Тех варваров? Да, я, типа, про варваров, которые... Варварские дикари. Ее надо прекращать, строить. Но я веду к тебе подмогу. Давайте, блин, у меня золота достаточно. Давайте водяную мельницу поставим сюда город. Пум-пу-рум-пу-рум-пум-пум-пум. Или вообще лучше давайте... Давайте-ка еще сетлера. Сетлера, точно. Что с производством? Одно, два, одно. Максимум больше невозможно. А, вот купить... Холмик. Давайте-ка, купим холмик. И... Я, по-моему, погибну. Да, пять. Ну, отводи тогда у меня там еще один отряд. И поставлю под Синай. Вот сюда. Решаем сейчас. Я, по-моему, здесь погибну. Да, я думаю, что это неплохо будет. Три-три. И красители, и пряности. Очень неплохо. Специально будете до последних прям секунд тянуть на этом этапе? Да, хватит, ребят. Чтоб мы с ума сошли. Просто там Леша что-то объясняет. Разрительно. А вот так негативно. Оп. Объясняет, почему мы играем. Один отряд варваров побороли. Как тебе? Инфа, можете прийти ко мне побороть отряд варваров? Так, плюс 9. Я боюсь, кузьмот, сам варвар. Коммунистический. Ой, все. Ой, все. Все, Вадим, ну все. Ты с дикарем повелся. Нет, я-то как раз готов принимать католицизм. Так, вообще надо взять... Юра, зачем ты им войну объявил? За парьеромочек. Богу Иисусу Христу. А вот ты, Кузьма, несколько других взглядов. Нашему полку прибыль. Приветствуем Блад ЛС. Блад ЛС. А я вообще не при... Блин, мне тоже надо о чем-то бить. Обо что-то, что-то, обо что-то. Тоже хочешь приветствовать людей. 100 рублей, даблсет, да убери ты это дерьмо с экрана. Не видно же ничего. О, Солди Ваурер косарь закинул. А ты говоришь, не видно ничего, дружище. Народ никому, никому слоны не нужны. Какой-нибудь обработал еще какой-нибудь? Могу на трюфеле впоследствии обменивать. А вот и сейчас обменивать, нет? Вот если и сейчас, наверное, нет. Потому что я только взялся за это дело. Могу через... Нет, нет, не могу. Потому что я сейчас золото обрабатываю прифель, я дальше не добирался. Так что, к сожалению, не могу тебе ничем помочь. Вообще, трюфель у меня B4H. Канюшки. 5. Вот, не заметил. Так, выключим разговор с соперниками. Отходил тут со своими сидел. Что, что-нибудь новенькое порешали? О, Вильнгтон, да. Сталлини или положняк, Юр, что тебя мочить будем? Че, ты за положняк такой? Он белой, а не считается, если меня не спросили. Окей, Юр, будем тебя? Не, не будем. Стокгольм очень хреново стоит, на самом деле. А, нарушился. Слушай, Андрей, а ты Стокгольм сразу поставил или ходил еще? Ну, на одну клетку сдвинул. Чтобы у реки, типа, был. У меня тут особо не было выбора. Ну, плохое место у тебя, плохое, конечно. Ну, да. Прямо посерединке, между вами, здесь. Я бы даже сказал, грустное. Да, не то, что посерединке, а просто вот именно само место Стокгольма. Тут всего два ресурса, знаешь, вот это вот все. Ой, я смотрю. Ты ХРР построил на пути ко мне. Ну, а мне больше, собственно, некуда ставить. Только на пути к тебе. Некуда, значит, больше, да? Мужик, не могу найти, где тут опции без обед. Я говорю, я выбрал на пятом леваке, и я не знаю, где это. Я не настолько хорошо разобрался еще. Я и в доте-то не до конца разобрался. Большое спасибо, Борис, за 100 рублей. Как тебе идею сделать модератор? Много раз говорил, что мне не нравятся модераторы. И вообще, я против этого. Модераторы – это власть. Власть, она развращает людей. Даже в таком маленьком объеме. У тебя все равно сабчат. Да, у нас же сабчат. Они очень нужны. Многие говорят, типа, выключи сабмод, так лучше будет. Нет, нет, не будет. Что-то сегодня донат на донат наслаивается. Да, Банюк? Большое спасибо тебе, кстати, за 130 рублей. А Николай фон донатит за рекламу? Был бы неплохо, но, знаешь, мы как бы даже не спрашивали. Да что-то слишком часто. Да, Юра. А ты можешь это сделать, чтобы мы Николаева не слышали? Это вообще возможно? В сочтении нет. Одень наушники. Это можно одеть наушники, если, Юра, надень наушники. Это можно будет делать. Ой, Леша, это может ты, я смотрю, что это красные какие-то. Некоторые люди просто не любят склонность. Так, а ты куда идешь-то, Леша? Влево. А что там влево? Ну, не знаю, что-то, наверное, есть влево. Зачем туда идешь-то влево? Объясни мне по-нормальному. А если тебе не объясню, то ты что сделаешь? Пойду мне объявишь. Ты вообще-то город на пути ко мне поставил. Пол игры рассказывал о том, что меня уничтожать надо по-быстрому, а теперь отряда уводишь ко мне за спину. Что мне думать, Леша? Ты бы что на моем месте подумал? Что я пытаюсь тебя уничтожить, и я объявил бы мне войну. То есть, вот, типа, мне объявлять тебе сейчас войну. Ты этого хочешь? Не, ну, тебя два выбора. Либо я объявляюсь мне войну, либо не объявлять и поверить, что я иду куда-то влево. А влево ничего нет, и ты это знаешь. Ты там был. Андрей, объявляй войну. Объявляй войну, Андрей. Андрюха, объявляй нормально. Объявляй войну. Ну что ты так вздыхаешь? Ну, объявляй войну. Не издевайтесь над человеком. Не привацируйтесь. Мы же все друзья. Нас всех сотворил Иисус. Я сейчас вспомню веселую такую херню, типа, там какая-то песня про Иисуса и показывает всякие мутации человеческие на этом фоне. Никто не видел это видео? А, Инс, ты видел, да? Клевая штука. Нет, не видел. К сожалению, не могу оценить. Ради бога, пусть будет пьяный слесарь. Дело-то в порядке. Да, на одного пьяного слесаря надеются-то. Как говорится, на пьяного слесаря надеются. А сам не плашай, дружище. Донать. Вот тебе нах. Да? 35-й ход. Ага. Ну, повоюем, че уж тут. Ну, ребят, я считаю, это полная петушня. Предлагаю вам помочь мне. Кому-нибудь хотя бы из вас. Абсолютно подло. Без объявления войны Леша Халецкий сейчас напал на меня. Да нету войск. Нету, хватит, Андрей, нету. Я тоже таких людей ненавижу. Главное, шел... Главное, говорит, иду налево, да, главное, говорит. Иду своими войсками налево. И не пошел налево, объявляет войну, начинает нападать на Швецию. Вменяемый вообще человек? Полностью отмороженный. Очень смешно. Я бы реально... Ну, блин, война. Да, я куда-то не туда зашел. Как говорят у нас тут цивилизаторы, война до Талова. Пацаны, это... Не стыгряйте. Я в калерии. Две с половиной тысячи, народу-то все больше и больше. Я думал, наоборот... Смотри, ребят, я зашел как бы поиграть, и Леша на тридцать шестом ходу хочет меня снести. У меня один город. Ну, а ты ждал от него пощады? Я не ждал от него пощады, но я хотя бы не думал, что это будет так быстро. Серьезно, тридцать шестой ход. Юра, это твоя мама. Ты что, пьешь? Я же тебе говорил, что печень посадишь. Нет, мамуль, с четвертого уже не пью. Пока еще трезвый. Но скоро все изменится. Скоро все изменится. Большое спасибо за сто рублей. Так, нужно сто пятьдесят. Есть какого-нибудь смеха так чисто? Случайно. О, инфнюю войну объявил. Тварина византийская. Очко жгучие львицы. У каждого должно быть свое... Я помог как мог. Большое спасибо очко жгучие львицы. Спасибо, но тут походу ему идут помогать греки. Серьезно? Это вообще петушня. Что ты вообще... А, я помню, я не обьянился в одной из карты. Ну смотри, ты стоишь возле моей границы. Чего вы меня напомните, греете? Ребят, вы заебали со своими вот этими шутками. Чего ты сразу начинаешь? Ты просто подводишь войска к границе, а потом такой, типа... Не, Андрей, Андрей, что у него там за войска? Так я, может, с тобой в мир заключусь и там... Да не, объявляйся сейчас войну, что ты начинаешь. Мне правда интересно, посмотри, что там происходит, потому что у меня здесь ничего не происходит. Нигде еще девять. Наблюдатели ОБСЕ. Если я сейчас до сих пор не объявил войну, то мне резон, типа... Повести еще больше войск, типа... Может быть, у тебя в лесах они застряли, и ты в этот ход не сможешь там тремя отрядами напасть, допустим. Как тебе такой вариант? Я советую мне объявлять войну, потому что я не собираюсь никаких войнодействий от наших панельцев. Нет, мне пока что хватит войны с колец, если что. Я тебе говорю, что я тебе не объявлю войну, а ты уже веришь, не веришь, как сам желаешь. Знаешь, у меня война, если я могу не воевать? Ты всегда плохо для... Вот я так же думал. Нет, дай как-то. Да уж у него свои интересы. Ну, относительно гео... Я там нахожусь ниже класса. Ну, ниже меня никого нету. То есть я как бы край. Не, ну, Андрей, вот как бы, ну, просто... Исходя из ситуации на карте, ты самый близкий ко мне. У тебя город находится в хреновом месте вообще, реально. То есть у тебя с развитием будет плохо. Ну что мне, блин, давать тебе развиваться зачем-то? Тем более, что Швеция, когда у нее пойдут эти их великие люди, и она начнет ГГшки себе забирать, что, ну... Блин, у меня будет сосед просто офигенный под боком. По-моему, логично попытаться завоевать Стокгольм. Ну, ты же знаешь, Леша, Север помнит. Хм. О, ты сам позиционировал себя как Лангстер на шейнке. Я не знаю, что значит Север помнит. Что значит Север помнит? Мне не очень это понятно. Я не помню, что это из игры Престолова казнили лорда Северного, появилась... Там все смотрели Игру Престолова. Ну, извините, я не смотрю, извините, пожалуйста. Ты не смотришь сериалы? То есть ты смотришь Миньонов? Да. Жалуешься, что они не для 33-летнего мальчика, но при этом не смотришь Игру Престолов. Да. Пацаны, сейчас не рассинхрон ли какой-то? Рассинхрон, по-моему. Ты считаешь, пролагает или не пролагает? Ну, я не знаю, пока у меня загрузка не пошла. Юра, если у тебя начнется загрузка, то значит нормально будет. У меня что-то все долго грузится. Нормально, у меня глобусик крутится. У меня тоже крутится, но это никогда хорошее, это не предвещает. Не-не-не, у меня хорошее. По-моему, это та тема, что сейчас сейв собьется, и все. Не, почему? Я говорю, они же не меняются. То есть все, на 38-м ходу у нас все закончится. Да ничего не закончится. Будет сейв, все загрузится нормально. Все будет путем. Но у меня нарисовано, как будто инф-ход не закончил. А у всех Леши сейчас глючит в скайпе? Да, ну это, по-моему, и есть причина. Все. Да. Я что-то тоже так... Вылетело что-то, да? Почему? Я тут вроде. Да нормально же, пока типа крутится этот. Пока крутится, еще есть шанс, что накрутится. Бион Тиофф тоже крутится, знаешь. Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится. Хочет упасть. Коварьер барышню. Хочет украсть. Та-да-да-да-дам. Ладно, давайте сейв грузить, видимо. Не, сейв грузи. Дзержинский пишет, не продается, между прочим. Я там желтенький стал, да? Дзержинский, между прочим. Все продается, можно любого Дзержинского купить. Ну что, Юра, ходишь? Сейчас проверю. Посмотри. Да. Все отлично. Неплохо ты придумал. Блин, Вильнюс мне войну объявил. Как, что за фигня такая? Где этот Вильнюс вообще? Мне тут, к этим, я до Вильнюса вообще 120 километров. Почему мой сосед мне тут войну объявляет? Большое спасибо, Инферноводка. Вперед в цивилизацию. Тысячелетку в 900 лет, да? И еще, блядь, донат. 100 рублей, Крисда Кросс. Стрягуль, живи. Тебя поддерживает Андрей. Да, ребят, меня можете в моем чате поддерживать. Я все это читаю. Видишь, Леш, только твоего стрима не хватает, чтобы там без мата было и без говна, да? Нет, так я видео записываю, потом выложу на канал. Все норм будет. А ты вначале будешь так предупреждаю, что ненормативная реакцика используется? Ну, только не таким голосом, а более таким приятным. Но, да, скажу. Предупреждаю, что... Я просто предупреждаю, Юра Хованский. И все, я думаю, всем будет понятно. Спасибо большое, ребят, на бюсты мне кидайте. Я куплю все бюсты. Нет, друзья мои, мы не будем банить людей голосованием, потому что, во-первых, авторитаризм это не демократия, я напомню. А во-вторых, меня вот кикают из КСГО постоянно голосованием. Я считаю это несправедливо. Каждый заслуживает права потусить. Но, если, конечно, я его не выгнал, кого выгнал я, тут идет нахуй. Но все-таки никакого голосования в общем чате. Какой-то ты злой, Юра. Никакого голосования в общем чате. Голосование еще захотели. Путина уже выбрали, хватит. Мне тоже, знаешь, пишут, вот ты, Холецкий, за либерализм, за либералов, за свободу слова. А сам у себя всех банишь. Вот ты какой. Свобода слова не пересекается с частной собственностью. Группа частная собственность. Как знаешь, пункт закрытый. Народ считает, что если либерализм, это вообще можно все, значит. Все, всем все разрешено. Все, все. Говорят, что им хочется. И с чего захотели. Пидики, а? Вонючие. Юра, ты достоин. Он меня в отсады берет. Если шанс познакомиться с тобой, если я не жирная, не страшная девушка из СПБ. Эх, Маша-Маша, спасибо тебе за 100 рублей. Да вот только открою тебе тайну. Знавал я, наверное, сотни, если не десятки тех, кто утверждал, что он не жирный и не страшный. Правда, она на самом деле гораздо суровее. И мне не хочется обижать собственных подписчиц. Но если хочешь, кидай, конечно, сигну с сисками в чат. Мы тут заценим, решим, жирная ты или не жирная. Как бы, если не жирная, то разговор один. Если жирная, то разговор другой. Сама, понимаешь, тут как бы уже... Ай, блин. Я боюсь. Просто интересно, до какой серии досмотрят мои подписчики это видео? Я думаю, что они все посмотрят. А что, у кого-то из твоих подписчиков жирная елка, я виноват, что ли? Как оскорбительно, так с женщиной общаться. Ну да, вообще, да, Юр. Да, я бы так не сказал. Только так и дадут. Жирная, не жирная. В библиотеку никто не пошел, что ли? Ну а зачем она нам? Мне Юр вообще не до библиотеки сейчас. Не знаю, как остальным. А я не понимаю, караваны с какой технологией можно начать строить? Кавараны. Караваны. Да, с пара можно. Жирного. 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 Эй, Юра. Ой, то есть Андрей, а ты что меня обстреливаешь своими... А ты что на меня войной пошел, а? Ай, ты какой-то неприкольный. Обстреливает меня. По жилым районам Донецка стреляешь, Андрюха. Что же ты делаешь-то? Хлебом не корми, дай пострелять по... О, а не, все в порядке вроде. Или сейчас будет... У меня загрузка. Опять. Не, в этот раз без... Не, чувак, не просто я поселенцы потерял, что это за хуйня? Братан, это полная хуета. Я из-за каких-то лагов теряю поселенцы, это несправедливо, блядь. И отряд полночников... Да подожди, как ты его потерял, объясни. Все очень просто, у меня в прошлом сейве... Ты бы его так и так потерял. Нет, я шел защитой у меня в прошлом сейве. У меня, я уже основал второй город этим поселенцем. Сейчас, из-за очередной перезагрузки, я не смог основать город. И меня просто варвары, блядь, взяли и схавали этого поселенца. Какого хуя? Юра, короче, загрузи на ход позже, ты можешь загрузить? Ну что, ходят у вас? Народ не хочет коммунизма, народ хочет джакузи, Кузя. Народ сникерсы в 90-х захотел. Все. Все. Нажимайте следующий ход, господа. Дамы. Нет, нету дамы. Неужели у нас получилось? Да, только что-то у меня нифига не ходит. И у меня не ходит. И у меня не ходит. А у меня ходит как-нибудь... Давайте, может, следующий ход попробуем. А не, ходит, ходит, все, пошло нормально. Нееет! Да, господи ты, боже мой. Блин, ребята, а у всех со всеми пинг нормальный, там вот эта вот всякая фигня? У меня со всеми пинг нормальный. У меня со всеми. Все, все. Загрузилось, нет? Да, загрузилось. Все. Слава Аллаху. Остаемся. Фуф. Несколько фронтов работает. Ну, мало. Боже, это такое древнее ход? У меня еще даже здесь не обработан лагерь. Так, три города в Хоррере. Так, что тут у нас? Хорош, как-то встать в горло. Несколько? Несколько вынимаешь? Давайте-то вырастим, наверное. Походили. Походили, походили. Леша, вот мне, вот я хочу задать вопрос тебе, вот как профессионалу и эксперту. Можно? Пожалуйста. Зачем ты спрашиваешь, можно или нельзя? Ну, вдруг ты спрашиваешь просто. Ну, хорошо, вот, Леша, как думаешь, вот с твоего взгляда, есть ли смысл брать и волю, и традицию одновременно? Ну, если у тебя много культуры, то можно взять, но за Голландию, то есть, если ты не взял пантеон на культуру, я бы, у тебя просто не хватит очков закрыть, ну, взять те, те, как они называются, социальные политики, которые дадут нормально прирост. Я так понимаю, за Голландию у тебя там немного будет культуры. Спасибо, хорошо. Теперь наша территория, возвращая история, черноморская акватория. Что ты, пидор, Юр? Просто, блядь, слов нет. А это точно или так? Прокрыл? Нет, про то, что Андрей сказал. У нас, если не точно, то за это могут пять лет дать. У нас серьезно это расценивается, как призыв, типа, к этому, к сепаратизму. Поэтому, у меня все очень точно, друзья мои, я предельно, Крым наш, полностью наш, абсолютно, вообще на все сто процентов, по всем формулировкам, даже по понятиям эмзоновским наш. Че уж там. Ну да, в России это главное, чтобы по воровскому закону все четко было. Ну вот, Бандера говорит, Бандера. Вот нам по телевизору, а таки, как вы и говорят, говорят нам все. Нас предупреждали. Что вся трубля от спайтмана, порви их. Какая цель будет после джакузи? Дальше, у которого Сингай будет говорить, что-то человек, как молодец, или Манжаро. Не знаю, дружище, качественный контент, наверное, после джакузи. Думаю, Хромакей может быть с этим, со светом нормальным. Вот Игорь-то, Селин, купил Хромакей за бешеные бабки и камеру. Помнишь, Кузьма, видел у него камеру? Да. Здоровая такая, уууу. Так. Линк. Зря не пришел с нами играть. Определенно. Будь здорова, Катюша. Будь здорова, Катюша. У тебя Леша большой. Будь здорова пожелает. Мы с Катей смотрели вместе твои видео. Она говорит, я ничего не понимаю, конечно, но голос такой приятный. Приятно. Приятно. От незнакомой Катюши. Слышит такое. Ну, блин, Андрей, ну не знаю, одним городом нельзя играть. Здорово, потому что ты на меня на 35-м ходу напал. Так какая разница на каком ходу? Я мог тебе объявить хоть на третьем ходу войну, это ж... Ну, ты не просто объявил войну, ты подвел войска к моим границам. Даже если сейчас очень захочу поставить город, ты боишься? Нету войска, а что тебе мешалось... Ну, так а город что тебе мешает поставить, я не понимаю. У тебя, по-моему, там же... Сколько тебе войск подвел, столько же и у тебя было, нет? Разве не так? Нет, не так. Колесницы у меня точно не было, Гаш. Даже в планах не было. Так у меня тогда не было колесниц. Когда? Два хода назад? Ты за два хода колесницы поставил? Так ты же говоришь на 35-м, это семь ходов назад. Ну, окей, то есть за семь ходов я должен был исследовать и поставить колесницы. Ну... И поселенцы еще как-то из себя родить. Мне сложно сейчас с тобой спорить, потому что, ну... Почему тут колесницы и прочее? Я тебе говорю, потому что тебе город надо было поставить. Одним городом, ну ты, блин, не отобьешься вообще никак. Ух ты, генерал, ни хрена себе, серьезно? Генерал? Класс. Блин, я же нажимал поселенца захватить. Ну ты и педик, блядь, а. Такой педик, блядь. Я не успел захватить. Нахуй пошел. Андрей, я зачем... Да ладно, че ты, Кузя, мы же друзья. Просто такой мудак, блядь. Мы же друзья, ну че ты, ну не получи... Ну, ну да ладно тебе, давай мир. Хорошо, давай мир, давай. Я бы соглашался. Просто не получилось и не получилось. Такой ты, блядь, подлый мудак. Рулетка, тысяча рублей, большое спасибо. Я тебя, ты, блядь, все. Это было последнее твое объявление войны. Да ладно, ну блядь. То есть мы будем дружить теперь? Нееет. Почему? Нееет, Юра, мы так не будем дружить. Мы анти будем дружить. Да почему? Это будет первая в мире антидружба, Юра. Че ты копался-то? Ну, хотел перехватить поселенца и хотел. Кто бы удержался на моем месте? Любой, кто не хотел бы потом мести очень кровавой. Да какая месть? Че ты говоришь? Месть коммунистов это очень опасно. Это игра же просто. Че ты как... Короче, ребят, я походу въебал. Вот как бы то, что Леша говорил, типа, тогда о том, что мне не выжить. Походу, реально не выжить. Я сейчас смотрю, у него тут пять отрядов. Тех, стань по ханом на этой зоне. Большое спасибо, дружище. Постараюсь. Поставлю, порвать их всех. Это же один отряд не могу просто вырубить. Ах, какая невезуха. Блин, ну почти получилось, Куся. Ты же не в обиде? Я в обиде очень буду в обиде. Я в обиде, ну почему? Объясни. Ну потому что ты мне, блядь, хотел испортить, нахуй, захват очень важной территории. Ты серьезно? Но ты поселенца без охраны вел, у меня выбора не было. С охраной. С охраной, Юра. Я не видел охраны. Сейчас мои, знаешь, как вот ответил Николай Первый этому, как вот там, когда рассказали, что про бабку его, Екатерину, сделали во Франции спектакль. Николай Первый ответил, что мы сейчас к ним во Францию 300 тысяч зрителей в серых шинелях-то проведем концертик посмотреть. Весело будет. Жди, нахуй. Я приведу тоже, посмотреть, как весело будет поселенца в твоем-то городе позахватывать, Юра. Жди. Смотри, не бомбаньи. Все, все, все. Андрей, 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 ничто не забыто, никто не забыт, Андрей. Да ладно, в пизду, короче, зато спать пойду, типа, а вы будете тут сидеть загружаться, как идиот. Ну правильно, и в Донецке вы так же речь. Эээ. Та-ра-та-ра-там. Ээээ. Эээ, Донецке ручь. Эээ. Что, слишком рано? Ну знаете, в Америке все такие, что, слишком рано, а, а? Пока еще, да? Да. Рано, а, пацаны, рано еще? Там в Саус-парке, кажется, говорили идеальную формулу, когда можно на спидом шутить. Ёб твою мать, я не туда заехал. Блин, Дист, мне тебе... А Вайнобьевич, что ли? Извини, я... Дист, ты как бы пойми, ты следующий. Ты полностью охреневший. Ты как бы моя столица, и твоя, она чуть-чуть дальше. Я сразу двойным ходом хожу, то есть я хожу не по одному ходу, а сразу... Ну, Дист, извини, потому что ты меня... Ты мне реально тут мешаешься. Я его реально даже не ослаблю немного. Вот серьезно, сколько у него армии сейчас есть, столько он на тебя и поведет. И у тебя защита, я сейчас смотрю, ненамного сильнее моей. Поэтому думай... Нет, а как так получилось, что ты вот не защищался? А как узнать, что город... А, все, понял. Мы сейчас 300 тысяч приведем... Зрителей-то приведем спектаклик посмотреть. Ждите нахуй. Копирайт Николай Второй. Цитаты у великих людей. Николай Второй, Николай Первый это сказал. Николай Второй... Это в чате скидывали. Николай Второй за Саубу. Друзья, ты нелестно отзываешься о Николая Втором, последним нашим. Ай, тряпка! То есть ты считаешь, что если бы на месте Николая Второго... Все, нет, 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 тис, нет, 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 нет. Потому что если мы сейчас начнем, лучше не надо, нахуй, вообще, не надо. Не надо, просто. Не надо. Я тоже за не надо. Просто не надо. Вчера это закончилось тем, что я на своем дне рождения людям два с половиной часа все это объяснили. Не надо все, не надо. А, Кузьма, с днем рождения. Я, видимо, не попал на эту торжесть. А давай вкратце, то есть без пояснений, без доказательств, без спора. Как это без пояснений, без доказательств, без спора? А как мне тебя объяснить? Подожди, подожди. Как еще объяснить? Мне просто мнение услышит. Если бы на месте Николая Второго был Николай Первый, была бы революция или нет? Нет, не было бы. Вообще не было бы. Спасибо, я его слышал. Дистан, он нападает в себя, да? Может, у меня есть еще шанс какой-то прожить? Ну, на самом деле, я уже больше в защиту ударился, блядь, без защиты. Ну, просто пойми, моя защита, это твоя защита. Пока живу я, тебе имеет смысл ослаблять его. Ну, просто у тебя поля, а у меня холмы и болота. Мне проще на моей территории, если честно, обороняться. Ну, блин, ну, кто виноват, что у меня спот такой? Вообще нет гор никаких рядом. Не, я согласен, Андрей. Тебе реально с местом не повезло. Тут, как бы, ну... Просто, блин, по центру, на равнине. Везде враги вокруг. Странные фракталы. Лучше бы на земле начинали. Надо было строить. Что-то от врагов. В общем, две катапульты. В классическую эру я вошел. И вообще, я тут... Круть. Да... Ребят, надо что-то делать. Халецкий набирает обороты. Я все, я давным... Союз... Союз великий. Нерушимый республик свободных. Навеки сладкий. То есть, если я вступлю с тобой в союз против Халецкого, ты забудешь про инцидент с поселенцами. Нет, нет, нет. Это временное объединение на благо наших... На благо жителей наших стран, но потом нет. Кровопролитная война. Я согласен. Можете прямо сейчас съебануть, чтобы он столицу хотя бы потерял на этой войне? Нет, они ничего не могут. К сожалению. Или к счастью. Короче, у нас была смена власти. Эти вот, которые напали на твоих поселенцев, это были фашисты. Типа они вообще, ну типа, дикие какие-то были. И мы теперь как бы не фашисты. И нас нельзя винить в... Короче, смотри, сколько лет прошло, а? Пора как бы уже взрослеть. Чем раньше вы забудете о том, какие были звания у кого, тем как бы лучше будет для вас, не для нас. Для вас в первую очередь. Слушай, Андрей, а ты генерал из чего взял, что ты не въехал? Я в честь сразу пошел. А, в честь пошел. С надеждой. С этим все. Я думал, хоть она мне как-то поможет, но типа... Вообще не судьба. Вот ты сейчас... Зачем ты воина поставил на пряности? Тебе надо было поставить на болота, которые... Которые... Это знаешь, ты и так уничтожаешь его город, а потом... Твой мудак, как ты поиграешь, да? Извлеки пользу из своего унижения. Мне уже, Даша, ничего не поможет. У меня два отряда и полусдохший город, у которого там хп, не знаю, процентов 30. А у тебя... Да, я следующим ходом беру твой город. Шесть отрядов. Я о том и говорю, что даже если бы я на болото поставил, это выиграло бы для меня один ход. Еще один лишний ход унижения. Правда, мне надо было именно так поступить, да? Не, ну ты сопротивляешься все равно, там, не знаю... Ну, блин, ты, конечно... Я сопротивляюсь, потому что у меня стрим включен. Если бы не было стрима, я бы просто уже ушел в АФК. Тебе должны зрители задонатить за это, я считаю, что ты борешься. Все-таки что-то пытаешься сделать. Лёд, наконец-то просек фишку. Ну, в общем-то и все, ребят. Как бы удачно вам провести эту ночку. Да, меня все, как бы снесли. Приятно вам поиграть. Давайте, ребят, было весело. Жестоко, братан. Удачи. Ну, тут без вариантов особо у Швеции, на самом деле. У него реально плохое стартовое место, вот и все. И рядом со мной. Что, Андрюху? Убил Андрюху, да, пёс? Радуешься теперь, радуешься? Андрюха, главное. Ну, не буду сказать... Да, да, да. Мы с Андрюхой, знаешь, сколько с Андрюхой мы? Сколько? Все с Андрюхой. Все. 18 раз? 20 раз. Все с Андрюхой пошел мучить новоросов у себя на Майдане. Вот какие отноходчивые у нас зрители все комбинируют и комбинируют. Шутки про украинцев невероятно популярны в последнее время. Просто хит сезона. Слава солнцеликому Кузьме. Спасибо, Инферналводка. Это да, это правда. Они просто не понимают, что такое добро, что такое хорошо, что такое плохо. И позитив. Блин, чуваки, мне прям не нравится. Скалецкий на первом месте. Короче, нужно выстраивать линии обороны. На кого он сейчас идет? На Диса. Скалецкий на меня. Я с ним уже в войне. А я, походу, самый далекий от него, да? Нет. Ты как раз. Он через тебя должен будет пройти ко мне. Куда? Ко мне? Надо через меня идти. Пойдем. Так. Надо выключить переговорное устройство. Пойдем дай мне с бандзеконга брать. Так, а Магадишу может дать? В параменте без меня. А, следующим ходом, в принципе, не может дать. Давайте-ка. Юра баннер поменьше. Да, точняк. У нас уже 157 тысяч. Хорошо бы сегодня до 160, да, Петя? Гренери. Блин, там, конечно, пирамиды жалко кто-то построил. Ну, и что вы там? Воюете? Да, пока... Инфа, я не понимаю, Халецкий справа от тебя или сверху? Или слева? Или снизу? Сверху-слева. Прямо там, Юра. Как это под тобой? А, над тобой, Юра, ты имеешь в виду? Да, то есть пока. Запалили все местоположения. Вы. Он вообще-то видит, я радуюсь. Черт, мне кажется, подвисло все, нет? Нет, просто Леша тянет опять до конца, пока мы с ума не сойдем. Зачем ты так делаешь, Леша? Ребятами юнитов тут немерено. Что понимаешь, вам кажется, что тут просто сижу, ничего не делаю. Ну, это не так, по-самому делу. Это стригуль типа, ну, его выгружает, играет игра. Муняку на геляку. Белая армия, черный барон. Юра, у тебя грузится, да? Не-а. Ну, блин, значит, сейф надо грузить. Потому что уже не загрузится. Или можем так сделать, ты сейчас просто, Юра, выйдешь и зайдешь, а мы все остальные в игре останемся. Давайте попробуем. Я. Сейчас прогрузимся, если Юра выйдет. Если Юра выйдет, то мы все загрузимся. Я. Кто хостом будет? Ну, следующий, кто там вторым заходил. Юра, ты вышел уже? Ну, да. Вы сказали выходить, я и вышел. Что-то мы ни хрена не загружаемся. А не загружился. А, Лерский барон снова готовит нам царский крон. А, я теперь постепляю. О, Биллу туда построил. Так, Юра, ты когда будешь готов заходить, скажешь? Я уже в игре захожу и сейчас хочу зайти. Так, сейчас я поставлю на автомат, подожди. Поставил, заходи. А что, переходить надо или нет? Куда? Ну, просто или не надо, никуда не переходить. Мы ждем, пока Юра зайдет. Пишет, тебе скинули косарь, гу-пародия от Кузьмы. Так там не было подписано, что это на пародию. И на пародию от Кузьмы я только буду мне косарь. Какого хуя ему скинули? Слаживайся свободой. Спасибо тебе, Альфа Папа Юкей. Слушай, Юр, я не вижу, чтобы ты заходил. Ну, у меня коннектится. Мои фрикамс достаточно. Ну что, ходят у вас юниты? Да, ходят. Как молодые вообще. Как будто и нет никакой войны. Это капиталисты? Они говорят, что нет войны. Война существует. И война будет продолжаться всегда, пока мы не свергнем таких ужасных людей, как Леша Халецкий, Юрий Хованцкий. А я-то при чем? Че я сделал? Я не понял, а почему мы ужасные люди? Потому что вы, ты, разжигатель войны. Вармонгер. Я считаю, что Стригуль разжигатель войны. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Пока царский режим, капиталистический режим, прочие режимы отличные. Вниз, они не восторжествовали на этой планете. Все, на декларацию предлагаю Лешу тебе прийти в Кузьмоград. Кузьмоград тебя примут. И там тебе скажут. Кстати, зря переименовываешь. Леша не может увидеть. И из-за этого еще проблемы могут быть. Кузьмоград. У меня есть что? Кузьмоград и Москва. Кузьмоград столица. Ты должен был латиницей написать, если я... В общем, не надо города переименовывать. Это нестабильная тема. Знаешь, это как тот чувак, которого пригласили в школу. И знаешь, он... Ну, чуваки, короче, не надо наркотики. Это, типа, не клево. Блядь, дайте денег уже мне. Че я это сейчас приберусь? Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. У меня такое ощущение, что... Я ход реально пропустил. У меня тут как-то юниты походили странно. Может, я не прав, конечно, но... Ощущение такое и есть. Жалко, серпа нету. Ну ладно. Жалко, серпа нету. Жалко, серпа нету. Серпый хищник. Минус тридцать. Ни фига, это у тебя войск столько. Пацаны, ему придется воевать, короче. Смысл в том, чтобы отбиться, и он будет истощен войной и проиграет. То есть, короче, диз, тебе надо отбиться, понял? Ты понял, короче? Главное, типа, когда к тебе придут нападать, ты отбейся. А дальше уж, типа, мы... Рыба упала. Все, рыба упала. Не к добру это. Деньги на ветер. Говорят, что рыба падает перед царским режимом. Как посмотреть, сколько у нас еще ходов мира длится? Никак. Вспоминай. В истории договоров. А, понятно. 500 рублей от Алиса Стирлинг. Акция на песню еще в стиле. Давай кольщика Михаила Круга. Почему бы и нет? Отправляйтесь в очередь за сансоворотом. Кольщик, большое тебе спасибо. Но, правда, это за ту тысячу, которая была. За пятихатку у нас монологи. Я не понимаю, Юра, почему там постоянно какая-то Алиса Стирлинг. Это твой второй аккаунт, с которого ты сам себе деньги кидаешь. Ты вот так же думаешь, как в Аномас, на самом деле. Понимаешь? Вот в вас это не укладывается, просто такая человеческая вещь. Нет, мне не укладывается. Нет, я понимаю, что если человек там может тебе что-то... Это я верю, но если человек несколько раз постоянно одно и то же кидает, вопросы возникают. Хвостович мне вообще по 10 долларов кидал и все просил его страйк снять. Такое бывает. Вот Алан Хардвай, например, по сотке кидает. Алиса Стирлинг, видишь, побогаче. Сначала косарь, потом пятихатка. Солди Ваурер обычно по косарю кидает. Там и вчера вот некто с ником Владимир Высоцкий кинул. Сначала две тысячи, потом одну тысячу. Сплошь и рядом, Лёш. Зря вот ты так. Ванамасишь. Во-первых, кто это? Чтоб я понимал, что я делаю не так. Что значит ванамасить? Такой новый глагол. Так. 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 да тут у стрегуля конечно вообще грусть вот я что захватил стокгольм что не захватил откровенно будем продлевать мирный договор а кузьма или ты хочешь войны хотят ли русские войны то есть да конечно хотят все то есть ты о чем имя я не понимаю я эти сейчас не слушал что ты хочешь обещал ты хочешь продлевать мирный договор да давай продаем продлить про продлим продлим вот например так я не могу сообразить на что мне лучше атаковать богатый кто богат я ты богатый спасибо большое как те вот такое предложение сейчас посмотрим ну ладно нидерланды мая друзья навек забыли старые обиды не то что вот какие-нибудь пидоры бы до конца игры помнили про этого поселенца что я в тебе люблю кузьма так это что ты не пидор а нормальный чувак я вспоминаю катку когда я колесницей у тебя что-то снял я вспоминаю катку с рабочими помню даже был термин победа по рабочим так что касательно пидоров достаточно громко заявил смогу он вполне выход вообще в любой ситуации ждать выпьем самогон самогон какие большие границы ты у тебя dis не угрожали мне да я не угрожаю просто восхищаюсь так а сколько кстати городов у грека 30 грека с ним ну вообще вот из оставшихся игроков и семьи изменяет память то dis лучше всех играет поленки поленки такие вечеринки что тут могут быть проблемы поэтому надо видимо композиты строить так отбегу пока отлично женела стала моим чуваком с минусом война оказывается так 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 Следующим ходом я, по-моему, смогу объявить войну Грепу. Ну и, собственно, надо будет этим и заняться. Дис, он на тебе войну объявил? Так это было понятно, у нас просто мирный договор был. Блин, а вот эта эфиопская военная тварь, которая на всех лезет и объявляет войну, я вот больше всех таких игроков ненавижу. Все со мной согласны. Так, уже, уже хайф начался, господи, ребят, сказал ли, посикоти, отбегал. Что ж такое-то? Что-то еще возникает. Дис, ты сможешь ожидаться? Я себя слышу. Не знаю, не знаю. Ничего не обещаю. Чеченица, чеченица, летит. Так, ну мне... Мне непонятно, как лучше всего атаковать Грека. А именно, какой город. Спарту или Афины. У него что Афины, что Спарта очень неплохо стать. Так что давайте мы будем просто его войска пытаться уничтожить. Он явно их сейчас подставлять будет. Он не очень, как бы... Хотя... Сейчас он будет обстрелить моего пикинера. Так, а мы пока возьмем золотой век. Так, у него меткоруки появились. Так, копейщика точнее. Молот, мы аж все, как мне не хватало. Позвон мечей. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот и причитал весь чат. Знаете, что буду я пагоду лучше ставить? Фамилия Насел начинается. Ну да, логично. Юрсель, Юрий Селиванов, как-нибудь так. Тут болото, конечно, очень... Потихоньку, как все замолчали, а? Очень неплохо. Потому что все, уже как-то напряженная обстановка. Нужно какую-нибудь музыку такую, знаешь, типа... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нагнетающую. Только не надо интернационала или какого-то такого говна. Не, вообще не надо некую музыку. Без музыки. Кузьма сидит с самой маленькой армией и что-то там спрашивает, отобьется ли ДИС. Кузьма, армию строй. То я сейчас к тебе пойду, заключу мир с ДИСом. Самый хитрый. Инф, ты уже на драмонах рассекаешь. Да он давно, я уже оплыл все и назад плыл. Благодарю, Кузьма. Пишут, короче, что походу тут факт ГГ. Как Кобзон завещал. Нужно, короче, объединяться против Халецкого. Кузь, ты на втором месте идешь, я на третьем. Только вместе мы сможем его остановить. Сейчас? Я, ну, только при одном условии, что в нашем секторе против меня инфа, ты войну не разжигаешь. Хорошо, но ты забываешь эту херню с поселенцами и не будешь там крысить дипломатией или чем-то под меня. Ну, ребята, это все просто. Ну, вот типа голосовать против инициатив, которые, скажем так, ну, никого не купить. Я говорю, мы с тобой, мы с тобой, я, ну, это не навсегда союз, сейчас мы с тобой объединимся, дальше посмотрим. Но я с тобой полностью согласен, нам как, нам правому. Так подожди, нет, что означает-то? Я, значит, против вас войну никогда не разжигаю, а ты мне, типа, можешь гадить до конца дней своих. Так, что ли, получается? Нет. Ну, так а как? Получается... Сейчас. Сейчас, мне надо проект выбрать. Так, это вылечится. Этого... А, я убил все-таки. Нет, получается, что мы, я на долгое время согласен с тобой союз, противо-халецкий союз сделать, вот, и после войны еще долгое время дружить. Но дальше, если ты мне нагрубишь там и прочее... Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, я согласен. Согласен даже на декларацию дружбы. Юра Грубиян, разве такое возможно вообще? По-моему, ты как-то, ну, на Юру гонишь. Да. Юра, ты согласен? Не стиха инф, ты живешь! Ах ты, гадиного, буржуйское! Да вы посмотрите, сколько у него ресурсов! Нихера себе! И это все тебе одному, что ли? Юра, я тебе сказал, условия мира. Да вы посмотрите, как он живет! Единственное условие... Обустрелся добром и позитивом! Да вы гляньте, сколько у него всего! А я должен по краю карты ютиться, как шраный норт! Нифига! Жители, вы видели? Вы видели эту? Возмутительно! Вот это я понимаю, он его наворовал! Ой, блин, что-то у меня мало времени! Однако! Нет, не нравится! У меня так-то доход не очень большой! Юра, сделай открытые границы, пусти меня! А зачем тебе границы? У меня лодочка, видишь, пыли? Ну, мне тут голландца как бы особо бояться нечего, честно говоря. Хорошо, Леша. Кузя, ты слышал? Он оскорбляет коммунистическую власть! Умунистическую в Голландии! Да нет, я слышу прекрасно! Ну, это так, это повременно! Это всё временно! Нет, просто тут со стороны Голландии очень сложно на меня нападать! Чуваки пишут, как дом на дереве построили, а! Мы помню, то же, с пацанами сделали такую прям хату во дворе на шалаш похожую! И её, короче, кривоносый мерзкий сосед разломал! Сказал, будет пожар! И всё, расхерачил топором! Мудила! Хотя сейчас, с годами, я, наверное, думал, действительно был бы пожар! Но всё-таки! Да и рядом был гараж этого мудила! Но всё равно он мудила! Так, донат закинули! 50 рублей, Хованский Юрий! Да, дай бог здоровья тебе, Кузьма! Дальше только лучше! Блин, мне в комментариях пишут, что вы бездарно играете, что я зря с вами играю! Юля, ты нравишься какому-то Юрию Хованскому! Печально! Лёш, тратишь на нас своё драгоценное цивилизационное время! Мог бы с ними играть, вот кто пишет! А не! Убежал, что ли? Нет, ты меня убил! Ну, мне лжа ж! Блядь за глаза! Убежал, что ли? Нет, ты вот не убежал! А то и убежал! А бизоны это пища или роскошь? Пища! Шоколад это роскошь! Блин, тяжёлое ещё место для атаки, конечно! Афины, да и Спарта! Да, 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 да! Я об этом и говорил, когда ты захватывал Андрея, что у меня на моей территории проще обороняться! Да, Дис у нас ещё и неплохо шифт-кликает, поэтому... Вот так Дис тебе навешает! Ясно? Понял? Что? Навешают тебе, Лёш! Навешают! Ну, классно! Зэпска! Блин, не люблю воду пить! Вот пиво вроде как пьёшь бутылочку, и что-то такое, как бы, чувствуется! А воду стакан за стаканом, стакан за стаканом, и только в толкан бегать! А не пить не могу! Руки привыкли! Друзья, у нас сейчас идёт, наверное, только третий час стрима, и просто мне как-то... Ну, просили, чтобы был стрим по цивилизации, но вот на третьем часу уже так начинаются успокаиваться все эмоции, разговоры. На пятом часу будет реальная жесть. На пятом часу все сопеть начнут, молчать. Поэтому стрима по цивилизации никогда и нет. Потому что цивилизация, она достаточно... Но вы просили, мы таки сделали. Ну, просите. Сейчас, короче, мы поможем, мы поможем... Мы поможем тебе, Дис, экономически. Мы станем той тыловой кузницей, которая... Давай. Я был бы не против. Тыловой кузницей-то. Интересно, как вы ему будете... Я не знаю, что я на стадии какого-то... Какой-то катастрофы, но... Даже интересно, как вы ему будете деньги... Ой, эту армию посылать. А я вот деньги буду посылать. Спасибо за подсказку. А, он мягкий. Так а деньги? А нафига ему деньги? Тебе не нужны деньги? По-моему, всем нужны деньги. Я тебе больше скажу. Мне даже не в игре нужны деньги. Вообще деньги. Да, да. Тут каждую минуту в стриме я слышу, как вы с этим... С Кузьмой тут прислали 13 рублей. Ну, вот так представь, Лёш, если... Вот почему у тебя нет? Тебе бы кидали люди. Ты бы, например, мог позволить себе там не работать, ничего не делать. Разве не весело? Больше бы времени уделял своим фанатам. Я считаю, это заслуженно, как бы. Например, человек хочет, чтобы ты подольше посидел, он тебе пятихат кидает. Ну, я... Нет, я считаю, что нормально, что он кидает. Мне просто... Ну, я понимаю, что это как бы оплата того, что вы это произносите в эфире. Но то, что это приходится говорить еще постоянно, по-моему, вполне нормально, что вам кидают... А ты можешь сейчас говорить, не говори, например. Это же не принудительство. Вам кидают деньги за то, что... Ну, так у меня тоже как бы висят кошельки, у меня тоже люди кидают. Это так интереснее, понимаешь? Так больше кидают, потому что они видят себя на стриме, и появляется такое классненькое сообщение. У меня тоже кошельки были сто лет, никто на них не кидал там по полтиннику или один вот таланб хардвай. А как появились такие, как бы, способы, все сразу стали кидать. Заговорил меня Хованский. О, я кого-то обнаружил. И у кого-то веры будет очень много. Да, и в тех, кстати, с местом очень повезло, в хорошее место попалось. Какое? Я не могу быть. Что за херня, Юра, где да там? Пусти развитие своей цивилизации, предрасположенной игрой. Вот такие дела, пацаны. Сегодня не датан, сегодня мы переделим мир, можно сказать, с комрадами. Ну или отца-осем у Халецкого все. Одно из двух. Не, я против. Я не по этому делу. Ну и вы мне просто не очень симпатичны, прямо скажу. Буду от херня. Я прося, выражу свою любовь. Ты жил, ты жив, ты будешь жить с народом. Кузьма, веди. Наш вождь, наш Моисей, ты наш пророк. Кузьма, лови. А кто-то поменял Ильич на Кузьма или что? Я не понимаю. Нет, чувак. Мне стихи пишут на стримах. Ну а ты погугли. По-моему, кто-то просто Ильич поменял на Кузьма. Ну конечно, конечно. Ну проверь, серьезно. Конечно. Нет, проверь. Тебе не пишут стихи, да, Юр? Ну мне никто. Если как бы все написания заключаются в том, чтобы вставить твое имя вместо кого-то, то такие стихи, я думаю, мне беспробожно пишут. Ну-ка, пацаны, на моем стриме давайте испортим ему кайф. Пишите, чей это стих на самом деле. Давайте. Мы и здесь работаем на кайфоломство, не забывайте. Нам главное нагадить. Давайте скорее, проверяйте. Леш, может давай остановим это безумие и пойдем своей дорогой? Ну, ты мне какую-нибудь дань хочешь заплатить? Какую-нибудь дань? Дань. Ну то есть ты считаешь, мне просто так остановиться надо, да? Ну я считаю, что эта война может затянуться. А можно отменить как-то ход? Нет. Жалко. И ты не получишь те дивиденды, которые ты инвестировал в эту войну. Ну, когда ты захватил Андрея, это одно. А со мной это затянется и по ландшафту, и по армии, и прочее. Поэтому смотри, стоит ли оно того, с учетом того, что у тебя еще соседи недоброжелающие. Да, недоброжелательные. У меня, к твоему несчастью, нету соседей. Маяковский, письмо Ленину. Понял? Все, никто тебе стихи не пишет. Ясно? Не радуйся. Твой папа не летчик. Он сидит. Мне бабушка рассказала. Тебя мамка врет. Сидит он, сидит. А если варвары завоевывают поселенцев, они рабочих превращаются или нет? Нет. Что? Нет. Как-то нет. Клево. Если варвары, то нет, они остаются поселенцами. То есть это пофиксили тем, потому что раньше это типа рабочими они. Что-то раньше не было. Не знаю, нафига я тут арену струю. Леш, давай, я не злопаливаю. Просто уйди и помяню. Ну я пока не вижу здесь такую ситуацию, что ты типа отбился. Когда начал достаточно токенов, где мой Михаил Круг? А так мы еще не успели, Алиса. У нас еще перед Мишей кругом стоит сансоворот. Мы пока играем, играем. Перерывов-то вроде не было. Я все помню, у меня все в голове. Миша, круг, сансоворот. Да, но у меня не очень получается ни петь, ни играть. Я попросил попроще что-нибудь. Типа чижика-пыжика, но народ как-то не слушает. Вчера вообще потратил минут 20 на то, чтобы спеть Арию Распутина. Так и не получилось из Анастасии. Слишком сложно. А я даже мантию нахер. Ты, кстати, из Хованщины так ничего и не сделал, да? Я хотел типа поставить на канал, как этот трейлер, но трейлера у меня до сих пор нет. Да ты задолбал там лечиться. Нехорошо, да, поступаю? Очень грязная игра. Так. Ну, конечно, все самые клевые забрали уже. Все пишут, что, кстати, нет такого стиха, Йош, что ты на самом деле наебал всех. Нет, есть такой стих. Я думаю, что нет. Гугли текст, есть такой стих. Я думаю, они... Можешь загуглить, что ты? Все, нет такого стиха. А что у тебя религия Нормас называется? Нормас, да? Ну, это наша тема такая, это стрима. Мы с пацанами исповедуем, типа Нормас. Нужно совершать типа утренний Нормас, вечерний Нормас, дневной Нормас. И тогда будет переть в компьютерных играх. А если ты, типа, не совершаешь Нормас, то тогда приходит Насасатль. Мне пишут, что стихи про коммунизм, это уже край. Пойду спать. Либералы. Нет, ну почему тут либералы? Просто стихи про коммунизм, ну, блин. Я не знаю, как у вас, мне в детстве этого и так хватило. В школе. Стихи про коммунизм. Кузьма, я старался, но больше выжить из себя не могу. Кузьма, великий предводитель, Кузьма, великий ты пророк. С Хованом вы договоритесь, Схолецкий уже имеет грешок. Ведь и гнусный игрок смуту вселяет в социалистический островок. Ведь и гнусный игрок смуту вселяет в социалистический островок. Это, по ходу, песня. По ходу, песня, потому что, видишь, рефренд такой. Блин, я не могу основать религию. А все уже, больше не... Инф, принимай мою религию. Давай твою. Давай, приходи. И кто там построил великую стену? А, Юра. Анально огородился так от всех, да? Да. Да, ну, с вами связывают все дороже. А после изобретения пороха эта стена будет неактуальна, да? Да. Когда Юра изучит порох. Не только ее порох, а артиллерии. И только когда Юра ее изучит, они все... Да, и когда я изучу артиллерию, тебе лучше тут не появляться. Понял, он так тебе сделал, а? Молодец, Юр, не бойся. Ага, я такой. Я у мамы не боюсь. Традиция, диспо-традиции. Твоими заветами. Ты меня осуждаешь за выбор? Ну, в войне со мной она тебе не поможет. Я тебя услышал. Традиция. Опять. КОНЕЦ Вот какая тишина стоит прям и все такие зацивилизировались прям вот зацивилизанделись Зацивилизутились Фу, мафия, нет, нормас это не дрочить, отбой, кто-то думает, что нормас это дрочить Нет, фу, не делайте этого В смысле, не оскверняйте нормас Дрочить можно, но не во время нормаса Фу, как можно вообще Нелюди Че, Диз, как у тебя дела? Восади, братан, восади Да, вижу, вижу Ну че думаешь, выставишь? Пока вроде застаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот видите, я тут Так, сейчас полива меня не слышит Не слышит Видите, он отвлекается вот этими меткоруками на этого воина Че, там уже жестко? Ну да, фины почти что снесены Диз, ты ж говорил, что ему будет тяжело с тобой Ну, пока вроде нелегко, посмотри Ну так мне реально нелегко с ним Но это значит, что я его не возьму Просто сложно Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Я уже войну объявил. Вадим, если присоединиться, все, я согласен на священную войну. Юра, добавь 300 рублей к моему донату. А я добавил, но не обновил этот донат. Точняк. Это ты хорошо придумал. 1450. С другой стороны, есть плюс с Халецким играть. Достаточно быстро мы играем. Как знаешь, изнасилование, но такое, не очень долго мурыжили. Не успел, так сказать, наскучить. Мне нужно укрепить экономику, мне надо со всеми ресурсами, тогда я помогу. Ну, начинается. Серьезно. Ну, мне нужно, видишь, если у меня куча серебра, мне нужны банки и прочая херня. Чтобы хотя бы у меня были деньги вам помогать. Ох, короче, влепли мы. Ча, он до банков будет идти. Банки уже есть, я их сказал. А зачем ты предлагаешь мне мир? Хаюра, смысл? Как я к тебе там вообще пойду? Не знаю. Ну, ты явно, короче, ты явно нет, нет, нет. Ты хочешь избавиться от дебафа какой-то, какого-то на войну. А я совершенно не хочу тебя от этого дебафа избавлять. Ты на первом месте представляешь огромную опасность. Нет, нет, нет. А что ты там в Афинах вообще какое-нибудь чудо построил? Мне нифига нету. Знаешь, я вор на шелушников строить. Как будто чудес было. Юра, прими предложение. Судя по тому, что я у тебя взял столицу, ты не очень вовремя стал чудо строить. Мрамор у меня есть рядом, он скоро будет. Мне это типа... Так я предлагаю тебе мне мрамор поставлять, а я тебе сахар. Сейчас вроде сахара у меня нет. А, нет, подожди. 100 рублей от Алиса Стиллинг. Мальчики, где ваши токены? Юра, ты когда-нибудь брал за совместные ролики деньги из своих корешей, как Черник, Кузьма и так далее? Нет, не припомню. Не платил за совместные ролики? Такое было. На счет брал, не знаю. Ты, блин, ты кидаешь, а я встречный нажимал, чувак. Слушай, Дис, ну ты тоже неправильно действуешь. Ты смотри, у меня под Афинами куча тобой обработанных ресурсов. У тебя там стояли твои юниты, и ты их ни один не разграбил. Я тут только золото не разграбил, которое было совсем слепо. Ну, у меня больше ничего есть не обработано. Я же прекрасно знаю, что такое грабить, чтобы хилиться, но мне проще сейчас отступить и под Спарты сопротивляться, чем вот это вот все у него представляться. Что-то не повредят. А я денежки люблю. Лю-лю-лю-лю-лю. Да, места в натуре мало. Как бы так. А у тебя, что ли, этот пантеон на плюс четыре от чудес, да? Ну, ну, ну. Дис. Ясно. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, разъебали короля. Ничего, ничего, ничего. Сейчас начнем его беспокоить потихоньку. Кузьма, где твоя войска? Кузьма. Пацан. Где армии твои коммунистические, которые должны призрак коммунизма пробудить? Кузьма? Да он пошел куда-то, видимо. По партийным делам. П diferentes. П Naomi плавали. Эй! Эй... Эй... Эй, эй! Что, удалил рабочего, да? Так, видишь. Ты суров. Блин, мы так рискуем остаться вчетвером, и нужно втроем против Халецкого. Мы как это. О, столько добра. Так, это обычное дело, блин, в играх со мной. Как всегда, все против меня почему-то, вместо того, чтобы развиваться. Мог бы такую песенку злодеев сделать. Ах, почему вы всегда против меня? Всего-то я иду на всех войной, нападаю, блядь. Убиваю мирное население. Ах, почему им не понять и не принять? Я гун. Дис, а ты же продержишься, наверное, да? Ну, Спарту еще какое-то время продерживать. Просто, понимаешь, я не вижу какой-то перспективы. Реально, если рядом с ним нет никаких соседей, которые смогли бы... Да, есть. Да нет, Дис, если ты пошел через традицию и отдал столицу, то это уже все. В принципе. Да он так нарочно говорит. Я еще свою роль сыграю. Возможно, я не выиграю, но все помнят, как ты слышал раньше, что там. То есть это тактика Икскайнда. Я не выиграю сам, но не дам и тебе выиграю. Не выиграю, так хоть помпу скину. А у Халецкого к морю выход есть? Нет. Пришел смотреть на Юру, слушать шутки про жопу. Нет. Отличный план на вечер с воскресенья на понедельник. О, у нас, короче, новая аббревиатура. Кузьма, подхватывай. Короче, когда зрители не хотят, чтобы Игорь Линк, его добавляли, нужно писать CNN. Короче, цыгане не нужны. Так, типа Игорь не поймет, не обидится. И такое, как бы, условное обезначение. Знаешь, как идем завтра тусить, а Игоря возьмем CNN, CNN. Игорь такой, что, что такое CNN? А мы такие, Цой не нужен. Не будет Виктора Цой завтра. Как тебе план? Я с Игорем дружу, Юра не отличается. Это такая форма дружбы. Гнобление. Это самая крепкая дружба. Надеюсь. Ну, план такой, вынести еще Грецию и радостно тут развиваться. Хотя тут границы Голландии, может там голландцы армию подстреливают. Видимо, следующее я, если... Я открываю второй фронт. Почему ты-то? А почему? А где Халецкий находится? Прямо слева сверху от Чеченицы. Серьезно? Да, так мы можем, смотри его, в два ствола ебать. Серьезно, да. Это тема. А че ты молчал? А я не знал. Я думал, ты видишь этот проход. Нет. Ну, вот они сообразили. Ну, и что ли? Другими этого обстреливать, скорее всего. Блин, я поставил крепость. Ну, зачем? Дис. Дис, ну, зачем ставить крепость? Вот объясни. В чем логика? В смысле, зачем ставить крепость? Ну, у тебя же генерал был. Теперь у тебя нету генерала. Теперь у тебя нету плюс 15% к силе. А крепость ты поставил. И что, ты реально думаешь, она тебе сильно поможет сейчас? Думаю, что в месте, где я ее поставил, она мне поможет. Да? А че, кто-нибудь честь принимал, институт общественный? Ну, теперь ты надо наверху. Швед принимал. Шведу не помогло. Ему очень помогло. Ох, этот сарказм. Он прям у кого-нибудь меценатства вкачан, чтобы города государства... Ну, ладно, это был грязный ход. Стоит сразу. Ну, какой грязный ход? Ну, почему он был грязный? У тебя один генерал. Я вынес шведа и вынес твою столицу. У меня по-любому два генерала. Более того, ты их видел. Эти два генерала стоят у твоих границ. Ты их видел? Йорк, ты армию собираешь? Да, куда я денусь? А ты инф. Инф. Инф! У инфы все хорошо, видимо. Че ты там, Юра, себе наливаешь? Валички. Я тут, меня кричали, я слышал. Инф, ты армию строишь? Халецкий и дальше идет на нас. Тварь эта эфиопская. После госпслужбы будет много. О, Господи, мы так не доживем. Ну, блин, ну, Дис, ну почему ты отступаешь? Ну, разграбить крепость. Разграбить крепость. Ну, забыл. Чувак, ты говорил, что ты играешь редко, типа, пару раз в неделю. Мы же не играли в цивилизацию уже, вот, не знаю, с момента выхода... Септимус XT, добро пожаловать, дружище. Юра со своим рындой этой там. Дис, так че, ты проигрываешь? Да, скорее всего. Не сможешь удержать ничего? Ничего он не сможет. Если он так ходить будет. Север помнит. Да, что теперь поможет Северу-то? Когда Станя смерть. По-моему, Кузьма, ты на юге находишься. А? По-моему, Кузьма, только ты на юге находишься. Ты как? Я не знаю. Э, вы, не, не, не вы, не. Короче, давай за браки. За браки. Не успела, Ножа. Ну, эвахи видно. Я не люблю, я Звездные войны, как бы, не так люблю, чтобы вот прям знать полностью. Конечно, заставлял клево жить. Долго у тебя джакузи не будет. Ну да, друзья мои, даже до 159-ти никто соточку не докидывает. Как же тут, о каком джакузи может речь идти? Надо баннер увеличивать. Единственный вариант, это как бы не я. Это, что? Я не могу, он сам по себе увеличивается. Дикий баннер чертил. И рыба уходит тоже недовольна тем, что никто не донатит. Да, у меня тут просят запустить стрим, чтобы было от моего лица видно, как я играю. Я видео записываю. А прикинь, там у него мабхак какой-нибудь или знаешь... Наверняка, да, да, да. Я записываю видео и потом выложу на канале у себя эту игру. Я надеюсь, мы доиграем, потому что я, честно говоря, еще ни разу с Холландским до конца игру не доигрывал. У них постоянно какие-нибудь проблемы. А представляешь, они на меня еще жалуются. Было клево, если ты сижал, они доигрывали. Да, а мы не ждали минуту. Мы просто минуту тебя ждем. Что, меня Кузьму в данном случае? Он просто уже отжал, а нефиг делать. Я видел это. Да, пытаешься. Нет, ты убил мою колясочку. Вармонгер. Нет, Дис, так нельзя отдавать. Отдал столицу. Чувак, я не играл год. Нет, я даже не про то, что типа я ее взял, но ты не разграбил ресурсы роскоши. Это все как раз игровые моменты, которые оттачиваются на практике. Я общее представление о игре помню, а какие-то даже такие... Я же помню, ты раньше вроде так неплохо играл. Ну, потому что мы много играли раньше, понимаешь? Мы играли пару раз в неделю. Собирались, играли. А потом вот мы забили, мы сейчас вот реально год не играли, и никто в эту цивилизацию не заходил. И сейчас собрались. А ты, хоть ты оцениваешь себя на троечку, четверочку, но, по крайней мере, ты всегда был сильный игрок. Балет, вот ты всегда много играешь. А мы как бы распорялись своими дорогами и сейчас просто собрались. И да, даже такие вот макро-моменты уровня разграбить свою же крепость, которую заплатил, они как-то вот сбываются. Даже такое. Ну, тогда ладно. То есть, как вышло Бьон Торн, мы вот попробовали в нее сыграть, и все. Не получилось, и мы больше тоже не собирались. А, ну, где Юрочкина джакузи? Цива нормально идет. Цива мы там турниры проводим, все путем. Типа, более того, я сейчас диплом сдавал, мне не до этого было. Сейчас, может, попробую бы больше поиграть, может, как-то восстановлю скил. А так вот, видишь, что видишь, да? Действительно, думаешь, тебе это надо сейчас? После диплома в Циве скил нарастить? Ну, блин, если поиграть где-то... Уже два проекта в Циве объявлены, а ты вот сейчас решишь какой-то предыдущий тренироваться. Подожди, а что сейчас объявляется? Онлайновая Цива и следующая уже разрабатывается. Я пока не слышал ничего. Это от Сидмейра, что ли? Естественно. Какая онлайновая Цива? О чем ты? Объявляли, и Олик даже есть. Но это не от Сидмейра. Это какие-то корейцы там или китайцы какую-то такую пародию делают. Ну, как, в моем понимании, пародию. В любом случае, следующий уже объявлен. Подожди. Пообъявлено от Китайцев? Сидмейра, от Сидмейра? Не знаю, я видел Сидмейр с онлайн. Нет. Ну, а может, какой-то линк сказать, посмотреть? Мне стало интересно, что за Сидмейр с онлайн. Сейчас зайду на сайт Фераксис просто и глянушь, что у них там. А может, не Фераксис создать, не может, не заберем. Или у них всегда был Фераксис. Фераксис вообще, что-то связанное с онлайном, да и доверять вообще нельзя. Нам нужно чьих-то одиночные делать. Юр, куда ты дорогу строишь? Средь лежавших в парадной упитых бомжей, Средь обдроченных кузей за умных томов, Жили стримеры клянч-донат на Твиче, За любовь выпивая всю ночь напролет. Вот это стихи, Никита. А у тебя херня какая-то, чувак даже зарифмовать не смог. Отъебись. Ты куда дорогу строишь? Какую? Ну вот рабочие твои строятся. Под Чеченецкой. Это не дорога. Где? Это не дорога, а плантация. Чтобы апельсины выращивать. Ну ладно. Любишь апельсины? Ох уж эти шеф-хадыни. Завершается создание Парфенон. Нашел время! Нечего было вставить. Да ты что, гонишь что ли? Медколучников клепаешь и клепаешь. Заванамаз донейте 150 рублей жопу помыть. Большое спасибо. Блин, он был сюда генерал вставить. Видишь? И лучшие ошибаются. А ты от меня требоваешь. Даже можно чуть-чуть уменьшить его. Баннер. Баннер мы уменьшим, но сдонатить не забываем. Алиса Штирлинг донатит 100 рублей. Я кидал еще сотку до 159. Что ж такое-то? Леш, давай я тебе отдам спарк. Большое спасибо. Чтобы поиграть, я буду твоёмся за ареном. Чего я не понял? Господи, он согласен с Узуреном быть. Ну что это за херня, а? Кто? Да Дис, он согласен отдать спарту. Ну давай спарту хорошо. Ты что, охренел? Так нельзя ходить. Почему? Почему я не могу отдать город? Я же не отдаю город, чтобы просто... А зачем ты отдаёшь? Потому что он мне его захватит. Ну и что, ты отдашь? Нет, отдавать нельзя, чувак. Пусть захватывает. Так ты ему только упростишь работу. Нет, подождите. Вообще, как бы, Дис, ты реально технически спарту мне просто не сможешь отдать, потому что она у тебя столица сейчас. Ну ладно, хорошо. В таком случае, ты можешь захватить без боя спарту, отдать мне карин в хотя бы что-то, какой-то движ оставить? Не, я не возражаю, пожалуйста. Да что ж такое-то, а? Это как экскайн, типа, оставлю тебе один городок для записи. Блин, просто... Блин, просто с нами. Блин, ставься! Близьма, что-то делать надо! Ну, поиграл так поиграл. Каранец, зачем вам это, какой-то движ там? Почему открытой границы нету? Госслужба нужна у одной из сторон. Мы не сможем, ты не пройдёшь. Через два хода госслужба. Так а у Кузьмы? Кузьма, где твоя госслужба? А она, ой, не скоро будет ещё. Чувак, ты не сможешь пройти же. Ох и дичь, ох и дичь, ох и дичь. Только не стреляешь ты, с моих гинетов. Я в тебя не стреляю. Ну, я по твоим гинетам не стреляю, как ты видишь. Что? А на самом деле, как в Донецке, по львай девчонская, все отрицают. Статую Зевса, кто-то у нас статую Зевса такой. О, Голландия, статуя Зевса. Кузьма, ты реально думаешь, что ты сейчас будешь нападать на города? Наша задача выстроить хотя бы какую-то линию обороны. И ты идёшь не там, ты должен через низ его атаковать. Вот эту вот дырку я на себя беру. Через низ атаковать. Понимаешь, что я говорю, Кузя? Не в Женеву, а вот через другой проход. Понял? Понял, понял, понял. И в другую дырку. Давай не будем дабл анал пенитрэйшн. Мне не нравится уже, когда вот так. Когда члены через женщину трутся, это нормально. А когда прям рядом, то это уже как-то по-голубому. Вот. Моя позиция по поводу дабл анал пенитрэйшн, дабл вагинал пенитрэйшн, трипл вагинал пенитрэйшн. Ну да, когда два члена рядом, пидорство какое-то. Да-да-да. А вдруг кого-то Венера, и что делать? Вот. Скотят, я... Так же все равно дырки будешь менять, как бы, тут без вариантов. Ну иначе какой интерес, как бы, если кто-то в одну дырку, да, два анал пенитрэйшн, то этот, дабл пенитрэйшн, а кто-то в другую. Это как бы не в кайф, надо и так, и так. Может, ну какую-нибудь такую более, что-нибудь интересную. Более культурную тему. Или что-нибудь более важное, я не знаю, там. Что может быть важнее, чем наше отношение к дабл пенитрэйшн? Влогеры против дабл пенитрэйшн. Нет, только против дабл анал и дабл вагинал. Не против просто дабл пенитрэйшн, а когда один спереди, другой сзади. Нет. И уж тем более не против один в киску, другой... Ну, вы поняли. В общем, мы за, но грамотный. Понятно. Он просто отдает города, но это все, кидорство. Нет, чувак, я не просто отдал город. Я его не подарил. Это был захват. Ну, честно, ну... Ты можешь потом посмотреть даже видео со стороны Колецкого и видишь, какая там была ситуация. Ну, просто вы осуждаете, но вы не понимаете, с чем столкнулся я, Андрей. Вы там сидите, в какой-то госслужбе развиваетесь и говорите, да мы, да мы. По факту вы ничего не делаете, но... Ну, мы бежим, мы бежим. Пиздец, не мешки ворочать, как бы. Когда на тебя тут такая... Ну, вы просто увидите, потом это орда целая. Допустим, я даже допустил пару ошибок с постройкой крепости. Мы это уже спишем на скилл, но тем не менее, это не отменяет того факта, что тут прям угроза целая. А вы там сидите за узким морем и говорите, да мы поможем. Вы как Дейенерис, который, блядь, в Эстерос не может пять сезонов... Сейчас на драконов прилетим, держись. Ну, я как бы остался сейчас с одним городом во что-то выйду, может, хоть в конгрессе что-то сделаю. Ну, это максимум, на что я могу рассчитывать. Это уже ваша задача. У меня как мирный договор, я не мешаю ничего. Ну, просто... Мы хотим песен, но, друзья мои, как же, а я хочу победить. Нужно как-то это... Когда ходы станут длинными, я смогу просто один ход, когда я ничего не делаю, поставить, переключиться с конференции и сыграть для вас, а потом вернуться в неё. А пока ходы короткие, я же не успею, мне нужно ходить. Видите, как дойдут кинет. Вы ещё торопитесь куда-то, ребятки, а? В стрим-то ещё будет идти, идти. В стрим это, тот самый, must go on. Вот. Я кину. Не-не-не-не-не-не. Да не, не корма мою религию. Смотри, у меня круче, у меня мечети можно строить. У тебя в коммунизме можно мечети строить, а? У него религия злобная, а он наживается на тебя. Моя религия даст тебе бонус. Юра, возьми, Юр, давай меняемся с тобой этими присутствием. Первая часть на этом завершена. Как я и сказал, в видео я разобью игру, разобью на две серии. Так что, по идее, если у меня тут ничего не произошло и видео закачалось, то продолжение будет завтра. Всё, вы слышали Лёшу Халецкого. Канал Лёша играет. Не забывайте подписываться и играйте в умные игры. Канал Лёша играет.